Счастливых путях развития Счастливых путях развития Начинаем наше мероприятие Самое интересное, что вчера после того, как мы подготовку проводили, всевозможные еще дорабатывали документы А вечерком пришел домой и решил вдруг посмотреть наш интересный классический фильм «Убить дракона» Потому как события, которые в этом фильме показываются, они непосредственно имеют отношение к нам По-моему, вообще это фильм вечный Он про людей, про внутреннюю смелость, про борьбу добра и зла Все, тогда закрывайте И самое интересное, что мы все, кто стремится сделать наше общество совершенным Это как раз и есть богатырь, как его там назвали Ланселот Вот мы как коллективный ланселот, который стремится поломать систему и сделать новый вектор развития для всего общества Но, как говорится, дракон он многоголовый И он сидит в основном в головах нашего же народа Потому как и решительность должна быть, и критическое мышление должно соответствовать Ну и надо чувствовать современную проблематику Ну и, соответственно, те тенденции, которые могут быть впереди То есть куда нам идти Вот мы, в принципе, стоим сейчас на очередном пути развития Развилки, точнее, развития человечества И делаем каждый на своем месте то, что считает нужным И чувствует его сердце Что касается нашего мероприятия Сейчас мы его начнем с того, что Пройдемся быстренько по схеме нашего мероприятия Будет озвучено три таких документа Которые немножко раскрывают нашу идею народного союзного государства Его содержание, скажем так И после этого по плану Итак, сценарий Подождите минутку По просьбе соратников По большой просьбе соратников Они просили все-таки начать наше собрание, наше совещание Вот такой музыкой Наши технические возможности Вот так Музыка пойдет? Да вот Странно Что не идет? Без музыки никак Что пишет? Нам как песня жить и работать помогает Они просили включить марш энтузиастов Только что было, я проверял Враги Давайте в момент перерыва Сейчас я быстренько оглашу Попробую настроить Итак, сценарий мероприятия сегодня Вступление, которое уже как бы началось Дальше идет синхронизация на основе трех документов Гарантии народного союзного государства Все, марш Не тот Ну, давайте с музыкой похоже Работать надо Работать надо На пулины Своя же На пулины Врухая жна Вечна прекрасная Еще не ясная Уже зовет тебя Вперед На мне Симфо А знаете, подпевайте ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Благодарю, так настроились. У нас уже первая синхронизация через музыку произошла, тем более это наши предки писали, поэтому это у нас течет и так в крови. Итак, задача. Синхронизация на основе трех документов. Гарантия Народного Союзного Государства каждому человеку и обществу в целом. Краткая характеристика Народного Союзного Государства. И характеристика человека новой эпохи. Третий пункт. Обсуждение декларации, введение там согласований и так далее. Четвертый. Краткая концепция победы и движущие силы преображения Руси. Пятый вопрос. Флаг, герб и гимн. Шестой вопрос. Учредители народной державы, их обязанности и преференции. Седьмой вопрос. Оргзадачи текущего момента. Восьмой вопрос. Структура Оргкомитета Ситуационно-Народного Правления. Девятый вопрос. Выбор и утверждение состава Оргструктур. И десятый вопрос. План деятельств на декабрь, включая задачи столетия СССР. Вот такая у нас интересная программка. Мы ее пройдем. Ну и мы начинаем именно с тех гарантий, которые грядущее Народное Союзное Государство, Соборная Русь, даст каждому человеку и народам России, Белоруссии и Украины. Итак, начнем путешествие в народную мечту. А из нее родится тот самый народный наказ, который мы должны с вами реализовывать. Ну и все остальные, кто этого захочет. Итак, что гарантирует Народное Союзное Государство нашим народам? Первое. Мир народам. Сразу остановку войны. Другими людьми и другими способами будет достигнута цивилизационная победа в интересах коренных народов Украины, России и Белоруссии. И реализация на этих землях сверхпроекта русской цивилизации новой эпохи. Восстановление абсолютного государственного суверенитета народов России, Белоруссии и части Украины. На уровне страны гарантирует переход власти в управление общественными ресурсами от олигархического режима к народным советам в формате русского социализма соборного служения. Внедрение современных научных открытий и технологий, ведущих к энергетической свободе, промышленно-продовольственному изобилию и экологической гармонии всей планеты Земля. Гарантирует сразу переход на независимую народную платежную систему и ее трехконтурное использование в народной ресурсной экономике соборного служения. Гарантирует переход в народную собственность, природных ресурсов и стратегических предприятий всех видов промышленности, науки, образования и медицины и многого другого. Гарантирует передать все тяготы державного управления в науке, образовании, здравоохранении, экономике и платежной системе, в спецслужбах, судах и прокуратуре и во всех стратегических видах промышленности славяно-русам, как державо-образующему народу. Гарантирует повсеместное развитие русского культурного и духовного многотысячелетнего наследия и культурных традиций других коренных истотных народов. Гарантирует развитие отечественной науки, научно-исследовательских и экспериментальных центров и наукоемких производств. Гарантирует интенсивное развитие отечественных авиапроизводства, автопроизводства, кораблестроительства, космической индустрии, тяжелой и легкой промышленности, сельского хозяйства и ресурсодобывающей отрасли во благо каждого человека и соборного общества. Гарантирует развитие современного военно-промышленного комплекса на абсолютно независимой комплектующей основе с опережающими технологиями воздействия. Гарантирует обеспечение высокопрофессиональным кадровым составом управленческого звена в государственном и державном строительстве, в промышленности, в образовании и в медицине, в сфере безопасности и СМИ. То есть мы подготовим хорошие кадры. Может как-то выключить? Это включается. Гарантирует повсеместное внедрение природоподобных и природовосстанавливающих технологий и программ развития, озеленения пустот и восстановления лесов, чистку рек, озер и морей и их массовое зарывление. Гарантирует. Гарантирует. Решение логистических транспортных задач «Запад-Восток», задач регионального развития Сибири и Дальнего Востока, с внедрением малой авиации, дирижаблестроения, струнного транспорта и других технических возможностей. Гарантирует. Решение демографических задач «Народосбережение» и увеличение численности русского народа до 1 миллиарда человек в кратчайшей перспективе. Гарантирует. Переселение народа из душных городов в сверхсовременные агроиндустриальные самодостаточные экопоселения. Гарантирует реализацию мегапроектов «Русский Марс-2030», «Русская Антарктида», «Чистые океаны», «Сверхновые поселения», «Зелёные пустыни» и другие мегапроекты, которые будут предложены. Гарантирует каждому человеку то, что как раз нам каждому близко. Не волнуйтесь над словом «сразу», потому как мы потом объясним, почему это произойдёт сразу. Итак, гарантирует сразу каждому человеку снижение цен на ЖКХ, энергоресурсы, топливо, продукты, питание и транспортные услуги. Сразу оптимальный материальный достаток. Минимальная зарплата от 40 тысяч рублей, пенсия от 30 тысяч рублей. Сегодня вы понимаете, 14 тысяч и так далее, 11 тысяч. Повышение зарплаты на 25% трудящимся в сфере плановой экономики и в сфере образования, медицины, культуры и искусства, силовых структурах безопасности, правопорядка и армии. И трудящимся в других бюджетных профессиях, но не менее 40 тысяч рублей. Потому что в регионах, к сожалению, там совсем всё плачевно. Далее, гарантирует каждому человеку равную валютную долю с части валового дохода от всего экспорта общенародного продукта труда – это условная аренда влахосостояния. Гарантирует сразу переход на 6-часовой трудовой день. Каждому нуждающимся предоставляются широкие возможности трудоустройства, профессионального творческого роста и многоцелевого развития. Гарантирует научно сформированный и материально обеспеченный досуг каждому желающему человеку для личного саморазвития и духовного преображения. Гарантирует безоплатное жильё 100 квадратных метров в современных агроиндустриальных экопоселениях и в новой урбанизации городов. Гарантирует безоплатное высокотехнологическое медицинское обслуживание и здравоохранение. Ежегодный доступ в сверхсовременные дома отдыха, здравницы, санатории, профилактории и пансионаты, чего лишены уже сегодня многие, наверное, надолго. Гарантирует защиту традиционных семейных ценностей, расширение целостных знаний об ответственности семейного союза мужчины и женщины, поддержку многодетной семьи, достаточную помощь на каждого ребёнка и зарплату женщинам-домохозяйкам. Гарантирует развитие детства и юношества в сфере безоплатного высококачественного традиционного образования и воспитания, свободного и безоплатного дополнительного образования в творческих кружках и студиях искусств, в спортивных секциях и патриотических организациях, в пенецких лагерях и туристических базах. Народное союзное государство грядущее гарантирует каждому человеку формирование свободной, творческой, ответственной и созидательной личности, строительной своей народной державы и нового мирового лада. Гарантирует выход на заслуженный отдых, пенсию, мужчины 60 лет, женщины 55 лет, то есть мы возвращаемся обратно. Пенсия – это оплата за воспитание внуков, передача жизненного опыта и время личного оздоровления. Гарантирует безопасность от внешних военных, мировоззренческих, бактериологических и экологических угроз каждому человеку. Гарантирует общественную безопасность, защиту гражданских прав и свобод. Гарантирует здоровое питание и благоприятную среду обитания, интенсивное восстановление сельского хозяйства, поголовье молочных и мясных пород крупного рогатого скота, бурное развитие птицеводства, рыбоводства и животноводства. Гарантирует строительство миллионов гектар современных теплиц и новых хозяйств, то, что можно будет очень быстро сделать. Гарантирует отмену всех видов налогов с человека на землю, имущество, наследство и транспортные средства. Пересматриваются задачи и размеры штрафов и взысканий и тому подобное. Но с зарплаты каждого человека снимается автоматически 10% средств в общую державную складчину. Грядущее Народное Союзное Государство гарантирует предпринимательно-свободной индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, то есть малому и среднему бизнесу, как это звучит сегодня, Следующее. Равные и благоприятные экономические возможности, высокую покупательную способность населения и интенсивное развитие стратегических базовых народно-державных предприятий. Гарантирует стремительное внедрение новейших технологий отечественной науки в малые производства коллективной и индивидуальной трудовой деятельности. Гарантирует беспроцентное авансирование заявленных проектов трудовой деятельности с последующим возвратом денежных средств в Фонд развития народного хозяйства. Гарантирует каждому начинающему с 18-летия по личному заявлению для запуска своего личного проекта трудовой деятельности открывается одноразовый стартовый пакет от 3 миллионов рублей. В этом случае приветствуется коллективная складчина и круговая порука нового молодежного трудового коллектива с добавочной поддержкой от народной державы в размере плюс 30% от суммы. То есть если 10 человек сложились своими возможностями стартового капитала условно по 3 миллиона, то есть у них есть 30 миллионов плюс народная держава даст им еще 30% и у них на 40 миллионов могут спокойненько развивать свой маленький трудовой коллектив. Дальше гарантирует, что все надзорные службы от санстанций и пожарных ведомств до согласовательных учреждений трудятся на совместное благо только в формате уведомлений с задачами упреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций. Всякие возможности взятки и препятствия трудовой деятельности устранены новыми должностными обязанностями. Сегодня эти структуры просто как вымогатели работают. Гарантирует предпринимателям отмену всех текущих налогов, включая пенсионные начисления на трудящихся, и вводит 5% складчины стволового оборота средств. Складчина зарплат и оборота свободной экономики идет фонд развития народного хозяйства. На создание народных предприятий любой направленности на благо каждого человека. То есть все, что будет создаваться из складчины, принадлежит каждому человеку. Народное союзное государство грядущее гарантирует народонаселению ограничение предпринимателей 20% добавленной стоимости на выпускаемую продукцию. То есть это будет тоже под контролем. Чтобы цены не завышали. Ну есть международный опыт на эту тему. Далее. На международном уровне грядущие народные союзные государства гарантируют построение нового мирового лада и нового ООН, защиту традиционного быта человеческих ценностей и человека, как наместника Бога на земле, ответственного Творца и Созидателя. Гарантируют, что станет зонтиком для начала парада суверенитетов самодостаточных и независимых наций и народностей, желающих строить новый мировой лад. Гарантируют создание Мирового Народного Банка, как Мирового Народного Центра Эмиссии Независимых Платежных Единиц, в формате новой валютной зоны без финансовых спекуляций и частных интересов, создание новых правил и новых торговых международных отношений, создание нового Международного Совета Экономической Взаимопомощи. Гарантируют создание мировых региональных зон развития земной цивилизации на пути к лучистому человечеству. И гарантируют расформирование военных блоков и запрет на торговлю оружием. Гарантируют всемирное открытое внедрение альтернативных источников энергии, технологий изобилия и природосбережения. Вот что гарантирует и может еще больше сделает новый формат Народного Союзного Государства. Я понимаю, что многие присутствуют сейчас здесь, они не были готовы, потому как у нас возникла идея, когда мы общались в чате, именно сделать согласование. Каждый человек до этого момента из многих организаций написал свое видение, как они хотят жить. И когда мы сейчас зачитывали, то люди там, на той стороне экрана, сейчас сравнивают, что они бы хотели и что мы бы предложили. И вот это согласование, синхронизация, она дает возможность дальнейшему пути совместного развития. А по идее, потом мы сделаем площадку определенную, скажем так, информационную, мы можем получить просто еще дополнительный наказ. Без всяких там идеологических подоплек, а просто что хотят люди. И мы сложим это все в одно целое, и будет очень хороший материал для того, чтобы дальше двигаться. Теперь у нас наша задача, это краткая характеристика Народного союзного государства, Соборная Русь. Она, в принципе, построена из нашего русско-общественного договора. Но мы ее сократили для того, чтобы дать именно такую вот характеристику Народного союзного государства. Я пока. Итак, Народная Держава – это высшая форма самоорганизации народа для обеспечения безопасности, самоуправления своими природными, научно-технологическими, социально-экономическими и прочими ресурсами для сохранения своего исторического наследия и процветания каждого человека, всего народа и последующих поколений. Основная задача Народной Державы Новой Эпохи – создание условий для воспроизводства русского миллиарда народа-населения и становления нового человека, ответственного и осознанного хозяйственника, творца и созидателя, действующего на основании естественного права, свободного жить по правде, совести и чести, любви и справедливости, в ладу с Богом, с природой и другими людьми. Народная Держава Новой Эпохи учреждается через осознанное и ответственное личное волеизъявление и подписание русского общественного договора. Идеология русского социализма и соборного служения Новой Эпохи – это идеология духовного преображения каждого человека, творца и созидателя через бескорыстное служение друг другу своими талантами. Идеология осознанной ответственности каждого перед каждым за себя, коллективная ответственность за всех, всех за всех и во всем. Идеология Державы как общинной семьи народов, совладельцев и соуправленцев всенародным имуществом, с единым народным хозяйством, с народной ресурсной экономикой, без эксплуатации человека человеком, государством или группой лиц. Идеология независимой трехконтурной финансовой системы, обслуживающей интересы народной ресурсной экономики, главного инструмента жизнеобеспечения каждого человека и расцветания многонациональной русской цивилизации. Цель идеи – устойчивое эволюционное развитие человека-творца в рамках социокультурного ядра многонациональной русской цивилизации. Общество как община коренных народов Соборной Руси развивается за счет использования всех природных, научно-технологических, промышленных, культурных, экономических и исторических ресурсов, входящих в фонд народного имущества, во благо каждого человека и расцветания народной державы. Ресурсы сначала используются для полного удовлетворения внутренних потребностей народной державы и как излишки, не в ущерб внешней экологии и обитания человека, поступают на внешний контур торговых отношений. Народно-самодержавие – мы это понимаем как народовластие и народоправие. Вся власть принадлежит народу. Принцип народовласти обеспечивается техническими возможностями прямого участия народа в принятии любых решений, любых уровней от законотворчества до контроля исполнения. Русские являются державообразующим народом и несут основное бремя управления народным хозяйством, создания родового права. Все природные и стратегические промышленные ресурсы принадлежат народу и входят в фонд народного имущества. Каждый человек – это учредитель и гражданин народной державы, являются соуправленцем, сораспорядителем и совладельцем фонда народного имущества с правом ответственного пользования и контроля без права отчуждения. Основы трудовой деятельности и механизм народной экономики следующие. Запрещение эксплуатации человека человеком или группой лиц или государством. Естественный эволюционный переход от малого и среднего бизнеса с наемным трудом к индивидуальной и коллективной трудовой деятельности свободной экономики. Разрешены следующие формы трудовой деятельности. Свободной экономики – это индивидуальная, коллективная и общинная трудовая деятельность с личным имуществом на средства производства. В плановой экономике трудовая деятельность осуществляется на народных предприятиях и учреждениях народного хозяйства фонда народного имущества для создания материального и нематериального общественно значимого продукта труда. Плановая и свободная экономика формирует общенародный продукт труда, реализуемый через базовую народно-державную торговую сеть и свободную рыночную торговлю. Общенародный продукт труда является всенародным достоянием, Его экспорт закрепляется за монополией народной державы. Земля и ее богатство принадлежат народу. Земля не является товаром. Дается в бесплатное пользование под все направления народного хозяйства и личную потребность каждой семьи и человека. Монополия державы на экспорт и импорт. Валюта от экспорта общенародного продукта труда расходуется по схеме. Часть на личные счета граждан-учредителей, то есть это условно рента. Часть на незаменимый импорт. Часть на новые технологии, золотовалютный резерв и внешнеполитические мероприятия. Национальная безопасность гарантируется не золотовалютным резервом и ценными бумагами, а перенасыщена консервацией неприкосновенного запаса с учетом мобилизационных технологий, восстановления народного хозяйства и широчайшей сетью малых народных автономных импортно-независимых предприятий. Народное казначейство и Народный банк условно как центр учета и эмиссии условных платежных единиц служит регулятором развития народной ресурсной экономики и обеспечивает беспроцентной и достаточной монетизации потребностей товарооборота для удовлетворения всех производственных планов и для обеспечения бюджетных обязательств. Независимо от трехконтурного фиатно-финансового системы, обеспеченная общенародным продуктом труда, постоянно развивающимся народным хозяйством, стабильной покупательной способностью народа и отсутствием инфляции являются главным двигателем народной ресурсной экономики соборного служения. Наука выполняет заказ народного хозяйства и служит всенародному расцвету. Цифровизация, автоматизация и роботизация народного хозяйства служат каждому человеку и народной державе в целом. Искусственный интеллект – это служебный, рекомендательный инструмент для расцвета и гармоничного развития человеческого общества. Средства массовой информации, средства культуры и искусства – народные – служат целям развития гармоничного, высоконародственного и созидательного общества. Народное союзное государство станет широкой площадкой объединения левых сил марксистско-ленинского и сталинского наследия, народных сил русского социализма и сил патриотов духовных основ русской цивилизации. На этом я закончу. Благодарю. Сейчас Татьяна пока подготовит характеристику человека новой эпохи. Я сделаю небольшое, так сказать, объявление. Тем, кто желает в чатах обсудить какие-то вопросы, у нас сначала пойдет по плану работы, и будет время для того, чтобы подсоединиться, и представители разных областей могут высказать свое мнение, там 3-5 минут, и, соответственно, мы это будем, возможность такую предоставим. Для этого надо зайти на чат, так называется, чат народного союзного государства, и сделать такое заявление, чтобы мы видели, кого человека, какого человека мы должны подключить. И после этого вы сможете спокойненько общаться с нами дистанционно. А сейчас я передаю слово Татьяне. Характеристика человека новой эпохи. Но мы потом немножко добавим. Доброго дня. Проведена была аналитика пониманий человека новой эпохи. Человек новой эпохи. Человек новой эпохи равновесно идет по своему пути, творчески и структурированно реализуя себя в жизни. Была пройдена эпоха Кали-Юги, наступили светлые времена. И мы должны сделать аналитику накопленного опыта. Кали-Юга выявила темные места в мироустройстве. Взаимозависимые связи. Пункт 1. Кармические связи между людьми шли через воплощение, образуя сложные запутанные связи и отработок. Часто связи переходили с перерождения в перерождение, якоря людей друг на друге. Из этого вынесено понимание, что человек должен иметь возможность большей свободы и иметь инструменты проработок взаимозависимых связей для того, чтобы распутать кармические узлы и двигаться по жизни свободно. Второй пункт. Семья. Взаимозависимые связи – это и семья. Рождаясь, ребенок начинает свое формирование и становление как человеческой личности, именно в семье требуется ему опека, забота и поддержка. Из-за сокрытия информации о процессе перерождения произошел перекос в понимании ценности жизни. Важно помнить, что в семью приходит уже сформированная суть со своими характерными чертами, реализациями, опытом, предназначением и примерным планом на жизнь. Родители являются проводниками, а не творцами. Хотя и творец, проводя в мир нечто, дает самодостаточную форму для отдельной жизни своего творения. Родители дают жизнь себе подобному полноценному существу со своей волей и личными границами. Родители не вправе распоряжаться жизнью ребенка. Хорошо, если они будут мудрыми помощниками для становления человека и для его адаптации к меняющимся социальным, культурным, технологическим, природным условиям на планете. Институт семьи при этом показал свою важность. Сохранение традиционной формы семьи, которая базируется на союзе свободно выбравших друг друга мужчины и женщины, является важным элементом для структурного существования бытия и жизни. Форма союза мужчины и женщины естественна, и ее важно сохранить. Важно сохранить архетипичный экзистенциональный базис, который состоит в том, что есть два пола – мужской и женский. В этом проявляется и двойственная природа мира, которая создает движение. Третий пункт. Движение может быть как в минус, так и в плюс. Прогресс и деградация. Стало ясно, что необходимо в любом случае выбирать путь прогресса, путь созидания. Если выбирать деструктивный путь, это по опыту приводит к распаду самой личности, жизни существа и того, к чему существо имеет отношение. Важно сохранять и бережно относиться к тому, что уже есть. Четвертое. Взаимоотношения личности с миром. В Кали-Йогу были факты обмана на самых разных уровнях – от человеческого до самого высшего. Из чего был сделан вывод, что человеческое существо хорошо, чтобы имело понимание ценности своей целостности и своего личного пути становления и реализации. Человек сам несет ответственность за свою жизнь и свои выборы. Сейчас в наличии много школ, концепций, верований, взглядов на устройство мира и взаимосвязь человека с высшими силами. И учитывая то, что человек столкнулся с обманом, кредит доверия к разным концепциям снижен. Слепая вера, слепое доверие, как парадигма существования, больше не имеет места быть. Человеку самому важно нести максимально возможную ответственность за свой личный мир, жизнь, тело, психику и личные границы. Пятое. Ответственность человека за себя порождает необходимость переключения внимания с внешнего на себя, на свой личный мир. Большой объем внимания с внешних, общепринятых парадигм, общности и концепций перемещается на наблюдение за своим личным миром, за тем, как и что проявляется у самого человека, как любой феномен жизни раскрывается именно в его личном поле. Это порождает важность отслеживания и понимания своих естественных реакций на инициацию извне, на ситуации и феномены, которые попадают в поле жизни самого человека. Важность изучения своей личной структуры, Важность изучения влияния на других людей, на события и на окружающее пространство. Понимание себя и порождает ответственность за проявление себя в мире, потому что, получив определенные результаты, уже нельзя будет сказать, что ты не знал или не видел. И при этом результаты жизнедеятельности будут более предсказуемыми и четкими. Шестое. Родовые структуры. На мой взгляд, для славян важно сохранить традиционное понимание родов. Однако установка на то, чтобы более ответственные члены рода отрабатывали карму всего рода, не оправдала себя из-за высокой нагрузки именно на этих ответственных людях. Они должны иметь свободу самопроявления и созидания. При этом поставлена под вопрос сама жесткость в родовой структуре. Человек при наличии преимуществ вхождения в состав рода должен иметь и достаточную свободу для своего личного ответственного выбора. Следует принять во внимание и то, что в телах воплощаются разные существа, и их поведение, взгляды на жизнь, опыт могут сильно отличаться от общепринятого для исконных людей. Внешне выглядящий славянин может быть по своей сути неславянином. И это важно брать во внимание. Важно, чтобы славянская культура держалась на людях-столпах, которые будут носителями исконной славянской культуры. Седьмое. Взаимоотношения с окружающим миром. Для сохранения психики человеку полезна природная и естественная среда. Природу необходимо беречь, сохранять естественную свободу для жизни и развития живых организмов. Думаю, что полезна будет деконцентрация населения, расселение по территории страны, создание культуры жизнедеятельности, бережливой к природной среде. Это касается и ведения хозяйства, и построения экономики. Важно пересмотреть и принципы питания. Скорее всего, нужно естественное живое питание, экологичное во всех планах, по отношению к живым организмам, к организму человека, к окружающей среде и экологичное в плане энергетического и информационного наполнения. Восьмое. Принцип единения. Нужны культурные и общественные общие коды, которые будут понятны на всей территории государства. Возрождение уникальной славянской культуры с переосмыслением в современности. И девятое. Принцип мудрости. Взять ответственность за свою территорию, свою землю и за население, которое на ней проживает. Ответственность быть мудрым по отношению к другим народам и культурам выстраивая экологичные взаимоотношения. Благодарю за внимание. Благодарю тоже. Дополнение сейчас. Нет, не дополнение. То есть для родственников, вот там второе. Экзистенциональность. Экзистенциональность. Простите, спасибо. Второе. Вот, опять же, шестой пункт. Ротокарма. Не пороски, ребят, не пороски. И восьмое коды. Какие там коды, тогда надо как-то раскрыть эти коды, что ли. Я не знаю, у меня вот так вот. Я согласна на взаимодействие и на исправление. Хорошо. Понимаете, у вас вообще текст рассчитан на какой-то узкий круг, а надо расширить степенологию, чтобы... Хорошо. Хорошо. Я просто добавлю, что всё-таки в характеристике человека новой эпохи сохраняются самые лучшие наши идеалы, которые были и до этого момента. То есть это и коллективизм, это эмпатия к окружающим людям, то есть это милосердие, это осознание того, что делается вокруг нас. И это обязательно мужество, это та самая любовь к своей родине и своему народу, не взирая на то, что иногда народ, как ребёнок, делает пакости. Нужно всё равно его любить, потому что мы понимаем, что мы в одной, как говорится, упряжке. И это характеристика человека новой эпохи, это уже способность к коллективному разуму, способность выходить на интуитивное прозрение, на трансцендентное мышление, в том числе, хотя это слово тоже тяжело воспринимается многими, но это мышление, когда соединяется высшая мудрость, которая идёт из Вселенной живой или от Бога, как там можете сказать, и мудрость человеческая, которой мы пользуемся каждый день в жизни, а она у нас происходит, это Писание мира, которое начинается с пелёнок, когда мы молоко у мамы берём. Вот это всё вместе и должно в будущем быть то, что мы называем подсоборностью. Вот соборность — это новое качество человеческих отношений, вот мы туда и идём. Поэтому вот это вот характеристика новой эпохи и то, что говорила Татьяна. Мы продолжаем дальше, значит, я просто здесь немножко добавлю. Вы наберитесь терпения, потому как будем обсуждать после того, как пройдём быстренько все пункты, и потом спокойненько каждый выскажется и сделает замечание. То, что вы сейчас их фиксируете, это очень хорошо. И я попрошу тех зрителей, которые тоже будут участвовать в обсуждении, фиксируйте просто те задачи там какие-то, и мы дальше пройдёмся по ним. Нам надо сделать всё равно что-то, чтобы не было душно придумать. Открыть. Да, хорошо. Да, может всё-таки дверь открыть, действительно. Чуть-чуть пройдёт, как можно? Итак, продолжаем по схеме мероприятия. Сейчас третий пункт у нас – обсуждение декларации, но здесь есть особое мнение, и Сергей Кулаков его выскажет. Особое мнение состоит в том, что мы 30 октября приняли проект создания народной державы Соборной Руси, вот такой декларации. Но я считаю, что за месяц мы не смогли с максимально большим количеством общественных организаций этот текст обсудить. И я считаю, что надо продолжить наше общение, чтобы не было обид, чтобы мы по максимуму охватили самую важную общественную организацию, которая бы захотела участвовать в этом важном деле. И тогда только сформулировать уже декларацию и принять её уже на следующем, допустим, нашем общем собрании. Другими словами, предложение начальника штаба сделать другую дату окончательной формулировки, соответственно, этого документа. Это документ серьёзный, многие действительно на него отзываются с неким шоком, потому что идёт война, которая в этом году, к столетию СССР, специально нас повернула в сторону. И когда предлагается вдруг альтернативный путь развития, многие не готовы к этому. И от период шока до периода сотрудничества требует времени. И вот Светлана Сафронова, по-моему, лично попросила о том, что необходимо всё-таки пропустить через многие пункты, где это будет ещё раз обсуждаться, согласовываться. Тогда у нас, получается, мы откладываем, да? Да, я считаю, и так нужно. Хорошо. Идём в следующий момент. Мы сейчас примем решение, когда это будет, соответственно, к какому числу мы это проведём. По плану. Концепция, краткая концепция победы и движущие силы преображения Руси. Ты первый видишь документ? Итак, попрошу внимания, потому что мы начинаем сейчас переходить к тем задачам, которые приблизят реализацию идеи создания Народного Союзного Государства. Когда-то формировалась Северная Корея. Её опыт очень интересен. Там понятно, что помогали китайцы, помогали СССРовцы. Но у них очень интересна была формула опираться только на себя, на те ресурсы, которые есть внутри коллектива, внутри народа. Так вот, опора на себя, это для нас, для всех, это единственная формула. Мы должны только опираться на свои силы. Нам не помогут извне никто. Поэтому вот эта формула, она и будет пронизывать всю концепцию победы нашу. Итак, концепция победы зависит от условий. Первое условие – это набор 33 миллионов учредителей в России, плюс свободное количество Украины и Белоруссии. То есть мы запускаем альтернативный референдум, цифровой, так сказать, на альтернативной площадке. И вот конечный результат, когда уже будет 100% победа, это же 200% победа, это должно быть 33 миллиона человек. Почему? Потому что Ересенская конституция принята 32 миллионами 900 тысяч человек. Невзирая на то, что это была там потасовка после кровавого госпереворота, мы это все прекрасно знаем, но тем не менее 32 миллиона там с хвостиком приняли ту конституцию. Так вот, чтобы ее закрыть, надо, чтобы было больше. Мы взяли это за основу. Дальше, второе условие – это создание оргструктур по полной функции управления. Если не понимаете, ну что такое полная функция управления, то есть может быть сжатое сильно, это практически оргструктуры, которые от исполкомов до директоров заводов, фабрик, сельских предприятий, и исполкомов, которые должны заменить губернаторов нынешних, областные управленческие структуры, городские и так далее. Ну и, соответственно, это структуры, которые должны быть обеспечены нам безопасность. То есть это армия, это народные спецподразделения и так далее, и тому подобное. То есть это называется полная функция управления, включая СМИ, культуру и все остальное. Итак, создание оргструктур по полной функции управления – это второе условие. Третье условие – это создание альтернативной народной платежной системы грядущего. Очень серьезная задача, и вот у нас здесь присутствует Андрей Патин, он нам будет в этом помогать обязательно со своей командой. И четвертое условие – это достаточная концентрация финансов и других ресурсов. Систему сменит только хорошо подготовленная другая система. Теперь движущие силы. Какие у нас движущие силы реально могут быть? Это люди, мотивированные любовью к своей народной мечте, имеющие человеческое достоинство. То есть сейчас не каждый человек имеет это достоинство, и это проверяется достаточно просто. То есть когда, допустим, великий президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что пенсионная реформа будет, а люди ее проглотили, это означает, что они не имеют этого достоинства. Если бы люди в России имели бы свое достоинство, такое вот именно, такое бурлящее, то они бы все вышибы на улицу и сказали бы, либо ты меняешь, либо мы не уйдем с этой улицы. Вот там сколько там, 40 миллионов, допустим, пенсионеров, которые вот-вот должны стать пенсионерами, они могли бы возмутиться. Но они не возмутились. Ну и по многим другим позициям. Нас проверяли ковидом, нас проверяли другими какими-то ограничениями. Так вот человек, имеющий такое достоинство личное, человеческое, он готов отстаивать свои интересы. Ну у нас, в принципе, авангард народный есть, и вы присутствуете в этом авангарде, поэтому при помощи авангарда, я думаю, мы найдем дорогу. Следующий. Люди, мотивированные материальным благополучием и выходом из нищеты. Это тоже мотивация, это тоже движущие силы. Молодежь, желающая самореализации и благополучия, и надежного, и перспективного будущего. Такая молодежь у нас есть, перспективы у них в этом режиме олигархии никакой нет, а в новом государстве народном у них очень много возможностей. Дальше. Какая еще движущая сила? Очень интересно. Это те госслужащие. Честные госслужащие. Госслужащие, включая и силовые структуры, в данный момент в Российской Федерации, Белоруссии и Украине, желающие карьерного роста по-своему и сбережения своего социального положения. То есть это люди, которые понимают, что структура идет развития стран не туда, но они являются административными управленцами и имеют эти качества и навыки, и они готовы перейти на новую, так сказать, юрисдикцию, нести людям пользу. И с ними надо, этих людей нужно выявить, с ними надо сотрудничать и готовиться. Это тоже ключевая, так сказать, движущая сила. Ну и еще одна очень серьезная сила, очень серьезная сила, но она по-своему инертная. Это малые и средние предприниматели, способные понять, где их таланты смогут быстро реализоваться в перспективе. И с ними тоже надо работать. Теперь переходим к пятому вопросу. Флаг, герб и гимн. Значит, вопрос очень интересный. Я просто ношу предложение, и сейчас мы его не просматриваем, а в конце мы его обсудим, если есть возможность. Чтобы мы не поломали быструю, так сказать, декларацию, потому как видеотрансляция, она требует плотности информации. Итак, флаг. Флаг я предлагаю оставить красный. Единственный момент, что в уголочке там будет не только серп и молот, там будет три глав, как предложение. И серп и молот включается в такое вот обрамление лавровыми листами. Такая есть разработка, сейчас ее не смогли мы показать, но она есть. То есть основная идея. Флаг красный, раз. Второй момент, герб. На данный момент нами был разработан герб Соборной Руси. Он остается как зал снову, но этот герб практически можно дальше раз... Вот. Ничего. Это будет свет, да? Еще, еще. Еще там. Еще, еще. Не, не, не. Мы нужны обществу. Я думаю, что мы стоим на правильном пути, и все высшие силы с нами вместе. Итак, предлагается, мы задержались на гербе, да, герб может дизайнеры и художники, и люди, которые готовы работать с символами, они еще поработают. То есть до самого съезда будет много представлено вариантов, мы это можем предложить, сравнить и так далее. То есть это работа творческая. И коллегиальное принятие. Да, но на сегодняшний день везде, где мы будем использовать, пока герб Соборной Руси, который мы разработали. Мы пока предлагаем так. Который здесь изображен. Пояснение, что в нем есть, мы тоже сдадим на ближайшее время, чтобы можно было этот вопрос дальше двигать. Ну и можно было даже сегодня. Так, и самое интересное, гимн, я предлагаю, можно даже потом и на голосование поставить все-таки. Это гимн сталинского текста. Гимн сталинского текста, он, во-первых, на той же музыке, которая сегодня присутствует, музыка Советского Союза. Но там слова действительно о народе. Там слова о знамени, которое является определенным символом единения и какого-то движения, и гордости. И как бы там меньше политики. И там Великая Русь присутствует. Да, и там Великая Русь присутствует. Поэтому я вот считаю, что на данный момент времени гимн сталинский, он был бы вполне подходил. Не надо корректироваться. Здесь, чтобы сделать корректировку, нам необходимо авторов, которые знают, как перекладываются слова, и сочиняется, как говорится, чтобы это была гармония. Я могу сказать и хочу добавить. На сегодняшний день уже есть новая разработка. То есть не ваша, а моя личная работа. Отлично. Я вам до свидания. Все, благодарим вас. То есть все это работать может. Это мы прошлись. Дальше. Да, отлично. Шестой вопрос. Учредители народной державы, их обязанности и преференции. Это очень важный ход. Значит, учредителями может стать любой человек с 14 лет, сделав 4 шага. Почему с 14 лет? У нас получают паспорта в России, в Белоруссии, по-моему, и в Украине тоже самое. С 14 лет. Минуточек может? Не с 14, это не сделаешь. У нас было... С 16. С 16. Я знаю. Вот сейчас с 14. И я вам объясню по другим причинам. Существует развитие человека с 7-летнего цикла. 7 лет плюс 7 лет, 14 лет. С 14 до 21 года идет третий цикл, 7-летний. И этого вполне хватает. Если у вас были дети, внуки, или еще какие-то, как говорится, племянники, вы можете понаблюдать, что у ребенка с 13 лет, в период 14-15, задаются правильные вопросы о мировоззрении, мироздании и своем месте в этом обществе. У него есть уже правильные вопросы, которые уже могут давать оценку своему будущему. И это тоже большая движущая сила, и они уже могут становиться соучредителями народной державы. Это мое мнение, но я наблюдаю над людьми, они... А мы, как комсомольцы, если кто-то помнит наше прошлое, так говорится, в Советском Союзе, то на комсомольстве такие уже творили комсомольские и стройки, и мероприятия. Это тоже был, соответственно, возраст 14 лет. Поэтому это достаточно... Итак, 14 лет. Сделал 4 шага. Другой вопрос, что они не будут играть роль в каком-то там законодательном процессе. Ну, как учредители они могут, потому что буквально через 2-3 года они станут уже... Вот она, жизнь наступит, им будет 18 лет. Итак, первое условие, это чтобы стать учредителем. Первый шаг. Захотеть жить по-человечески и стать хозяином своей земли. То есть побуждающий фактор. Захотеть жить по-человечески и стать хозяином своей земли и наследия предков. Согласно тем возможностям, что открывается в народной державе. И зарегистрироваться в предлагаемых реестрах с согласием с русским общественным договором, как базовым документом для создания народной конституции. Включая в него свои дополнения. Это первое условие. Второе условие, это у нас появляется момент. Внести условно ежемесячную складчину. Там 200 рублей предлагаются. Третье условие. Стать заинтересантом ускорения процесса победы и привлекать через убеждения окружающихся отечественников минимум одного человека в день. Когда мы будем говорить о подробности, вы поймёте, как это работает. Четвёртое условие, это заняться личным оздоровлением и духовно-энергетическим развитием, в том числе на предлагаемых платформах преображения Руси. То есть, когда, с одной стороны, это механизм для того, чтобы мы быстро шли с победной цифрой 33 миллиона, а с другой стороны, мы, соответственно, даём возможности. У нас очень много людей, которые в онлайн-режиме могут давать информацию, даже практики, при помощи которых наши люди могут спокойно развивать свои личные духовно-энергетические способности. Кто будет оценивать эти практики? Ну, как у нас сейчас. У нас всё идёт по чувствованию, ну и плюс опыт людей, и о них уже есть какой-то отклик. Любой, допустим, учитель имеет отклик своих учеников. Поэтому здесь такой момент. Там нет такого, что один человек ведёт, и всех заставляет этим заниматься. Нет, просто у нас есть возможности, чтобы люди, которые стремятся уже в будущее в Народное союзное государство идти, абсолютно бесплатно там заниматься такими практиками, возможностями. А снова эти практики? Нет, там всё под контролем, в том плане, что там не будет какого-то такого демонического состояния. Нет, это продуманные, связанные с институтами физического развития, с культурой, спортом и цигуном и так далее. То есть то, что вполне осязаемо и объяснимо с точки физиологии, психологии и так далее. С научной точки зрения? Да, с научной точки зрения. Это центры здоровья, только современные. Дальше. Преференции и возвратная складчина. То есть мы понимаем прекрасно, что у нас условия победы, вот у нас условия победы находятся там, мы их просматривали, по-моему, чуть-чуть раньше. Это как раз и является достаточной финансовой возможности и орг структуры. Так, сейчас мы перебросили с одного вопроса на другой. Так, преференции и возвратная складчина. То есть что мы предлагаем для того, чтобы учредители были мотивированы и понимали, что у них в будущем ждет? Тем, кто стал учредителем сразу в реестре, назначается грядущим, грядущим именно, выдача материального вознаграждения в виде подъемных в размере 500 тысяч рублей, народных рублей, которые ежемесячно еще и увеличатся на 10% согласно принципу справедливости. Я немножечко поясню. У нас есть такой товарищ Зюганов. Зюганов. Это, да, глава партии КПРФ. У него, в принципе, ежемесячная зарплата где-то 500 тысяч рублей, там плюс-минус. И социализм еще мы не построили. 20-30 лет мы еще не построили. Но зарплату человек получает. А каждый человек, кто становится соучредителем народной державы, он обеспечивает построение социализма новой эпохи. Каждый обеспечивает. И эти люди вполне заслуживают вознаграждения в новой народной державе. Хотя бы в размере пенсии, точнее, зарплаты Зюганова в один месяц. Вот мы взяли это за основу. Второй момент. Когда мы будем позже разбирать экономику народную ресурсную и смену, как будет происходить смена экономик и юрисдикции, то вот подъемные средства каждому человеку, которые удаются, они являются главным движущим ресурсом всей экономики народного союзного государства. То есть люди становятся платежеспособными на тот момент времени и закручивается буквально быстро вся экономика. Поэтому мы решаем два вопроса. С одной стороны идет вознаграждение тем смелым людям, которые сделали этот шаг. А с другой стороны мы быстро раскручиваем национальную и народную экономику. Чтобы было понимание. Это несложно для нас. Это только требует определенного технического решения для того, чтобы был такой сайт, и это все люди видели. Теперь второй момент. Почему мы предложили, ну буквально вчера у нас совещание было, предложили, чтобы каждый месяц, ну допустим, стало учредителей в декабре, допустим, тысячи человек. Но они же сделали это раньше шаг, чем другие, а другие пока думают. Поэтому, опять же, да, 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 что у них 10% это принцип справедливости. Чтобы не было такого, чтобы когда уже там мы подходим к моменту победы практически, да, это же будет видно, это все эти будут открыты, значит, сколько у нас людей уже становится учредителями. И вдруг все остальные, те, кто сегодня не смелые, они будут где-то там сидеть в сторонке, ждать, пока за них все сделают, а потом быстренько прыгнут в этот поезд счастья, да. Так вот, чтобы была разница между теми людьми, кто пошел впереди и теми, кто прыгнет в последний вагон, да, это вот как раз принцип, что на 10% каждый месяц увеличивается. Далее, второе, значит, второе у нас преференции, это льготы предпринимателям. Те предприниматели, которые сейчас начнут, понимая систему будущего народного государства, какое место будет занимать там предприниматели свободной экономики, что будет большая платежная способность у населения, и их идеи будут быстро реализовываться, они получают определенные льготы. В чем они составят эти льготы? Вот сегодня у предпринимателей, допустим, оборот, ну, маленькие предприятия там выращивают там цветы, там что-то еще делают, ну, допустим, оборот там 2 миллиона в месяц или там 5 миллионов в месяц. И он, естественно, что поддерживая наше общее построение народной державы, он помог там, условно, там будет вводиться 1% от оборота в месяц. Вот он 1% внес в наш фонд победы русской цивилизации. И зафиксировался в реестре, что у него оборот 5 миллионов. Когда идет смена денег, все деньги, которые сегодня существуют, они исчезнут. Они не будут нужны народной державе. И, естественно, что другие те платежные системы, которые будут предложены, она будет закручиваться совсем другими инструментами, то есть другими деньгами. И это означает, что у того же предпринимателя ему необходимо будет где-то брать оборотные средства новые. То есть при заявленном его ежемесячном обороте, допустим, 5 миллионов, на его счет будут положены эти условно-учетные единицы народного цифрового рубля. Допустим, народный цифровой рубль, плюс у нас будет там и наличный. То есть наличный не отменяется. То есть сейчас там все запугали цифровым рублем. Так вот, предприниматель получает определенную льготу, тот, который поддержал народное преображение. А потом, соответственно, он эту сумму возвращает, когда у него уже предприятие раскрутится, он возвращает фонд развития народного хозяйства. Вот эта льгота такая немаловажная в том числе. Ну и третий пункт у нас – облигации и развитие кооперации. Значит, у нас есть кооператив потребительский и внутри этого кооператива для того, чтобы привлекать материальные ресурсы для победы русской цивилизации, предусматривается развитие кооперации, где облигация, она тоже будет возвращаться в будущем, в грядущем Народном Союзном Государстве, определенными, соответственно, теми деньгами, которые будут уже народными деньгами. На сегодняшний день эта облигация будет формироваться на площадке потребительского общества. Соответственно, человек ее будет оформлять, и эти деньги идут сразу на… Часть денег идет на создание народных предприятий, то есть покупается корову, покупается… Плохо, у меня Сергея нет, у Нехаева. Покупаются новые теплицы, и уже прямо сегодня мы создаем второй контур экономики. То есть прямо сегодня мы начинаем строить так называемые народные предприятия из общей складчины, и они уже являются гарантией той облигацией, которую человек будет носить. По крайней мере, он понимает, куда он это будет делать. Дальше. Теперь оргзадачи текущего момента. Распространение информации по России, Беларуси и Украине и формирование исполнительной структуры областных, городских и поселковых народных советов грядущего народного союзного государства Соборная Русь. Это архиважная задача. Распространение информации по России, Беларуси и Украине и формирование исполнительной структуры областных, городских и поселковых народных советов грядущего союзного государства. Второй момент. Работа над народной конституцией Соборной Руси. Это из того коллектива, который уже сейчас начал потихоньку работать, но и сегодня мы будем к этому подходить. Третий вопрос. Подготовить союзный договор народной дипломатии к его подписанию и публичному оглашению до 25 декабря. То есть, если мы сейчас согласование по декларации отодвинули, значит, допустим, мы берем пока за основу 15 декабря. До 15 декабря должно быть подготовлено как согласованная декларация, так и некий союзный договор, который будет подписан сторонниками этого народного союзного государства с Белоруссией, общественными организациями, которые могут приехать, не приехать дистанционно, в России, то есть все вы присутствующие. То есть, сам этот союзный договор не ограничивает подписантов. То есть, их может быть столько, сколько захотят. Это могут быть представители общественных движений, но могут даже и частные лица. Пришел там, подписал. То есть, мы это оформим. И также с Украины. Но это должно быть проведено до 25 декабря. Это максимально, вообще-то ориентированно на 20 декабря. Поэтому союзный договор народной дипломатии, он будет подписан вместе с декларацией новой. Ну, не новой, а дополненной. Далее, текущая задача. Создать комитет подготовки и проведению массовых мероприятий, празднования и концептуального воздействия к столетию СССР. Мероприятие начать с 15 декабря или раньше до 30 декабря включительно. Вот здесь у нас уже человек был обозначен один интересный. Вот его опыт. Но почему такое название? Концептуального воздействия. Мы не должны упустить этот шанс, потому что к столетию СССР будет много мероприятий и в КПРФ, по-моему, да? И в центральных, наверное, телевидении будет показываться, и в регионах будет проводиться. И мы должны будем очень сильно повлиять, потому что вот это концептуальное воздействие, это когда у обычных людей, которые сейчас находятся под гнётом войны и нищеты, нужно пробудить какую-то память правильно. И эта память должна ещё поддержаться круглыми столами, где информация о лучших достижениях в Советском Союзе должны быть преподнесены на правильном должном уровне. А мы являемся как раз теми преемниками и продолжателями этого дела, потому что создание союзного государства – это продолжение того, что было в СССР, но на новой основе. Право приемниками и правонаследниками. Отлично, да. И на эту тему нужно говорить с населением, с тех, кто живёт на улице и не знает о том, что мы что-то делаем. А это означает, что мы должны изобрести разные значки, заказать шарики, придумывать разные мероприятия, чтобы это было проходило на виду у тех обычных людей, которые находятся сейчас дома, ходят по улицам. Это наклейки, самоклейки всевозможные, на машину наклеить что-то. То есть мы должны предложить много чего, чтобы с 15 декабря до 30 декабря просто было интенсивное по всей России, Белоруссии, интенсивное упоминание, что столетие СССР – вот оно. Оно не за бортом. Оно не списано страхом, войной и болезнями. И что есть люди, которые об этом помнят и хотят дальше продолжать, только в новом формате. Это большая задача. И вот этот комитет, надо его создать. Кто туда войдет, мы сегодня решим. Комитет по подготовке и проведению массовых мероприятий празднования. Дальше. Структура Оргкомитета Ситуационного Народного Управления. Сейчас мы будем ее обсуждать. И выбор, и утверждение состава Оргструктур. Здесь больше и зрителям, потому как многие могут сказать, ну как кто там без нас, это вы быстро выбираете. Я внесу ясность. Сегодня мы предложим определенный формат, и даже, может быть, уже людьми его заполним. Но работа идет в экстремальной ситуации. Я считаю, что мы живем сейчас в экстремальной ситуации. И поэтому, исходя из этого, и надо формировать быстрые решения. А вот если кому-то или кто-то будет соответствовать какой-то должности, условно, а сейчас любая должность, это прежде всего ответственность. На съезде все это можно будет поменять. То есть в будущем, при сохранении наших инициатив и поддержке этих инициатив со стороны народа, можно будет поменять любого человека, который находится в том или ином, так сказать, ответственном участке, чтобы было понимание. Поэтому будем развиваться. Что предлагается как структура? Повторяю, ситуационное народное правление грядущего народного союзного государства, оно выполняется в формате грядущего. К этой инициативе нельзя сказать, что это сейчас подготовка к государственному перевороту, потому что почему-то многие кричат, что вы там готовите к государственному перевороту. Это ни в коем случае не государственный переворот, потому что в основе лежит право на референдум, на выбор человека своего будущего. И вот мы, используя право на референдум, начинаем его запускать в альтернативной форме. И только при наличии людей, которые желают жить в этом народном союзном государстве, те структуры, которые сегодня мы формируем, они имеют под собой какую-то основу в будущем. Если люди не захотели же, то хоть как мы будем называться, хоть трижды мы будем называться миллионами правительствами, это будет пшик, это никому не будет нужно, это мы просто поработали и оставили в истории свой след, не более того. Поэтому никакого там угрозы, так называемой прямой конституционной смены строя в формате экстремизма мы не предусматриваем и не являемся ими. Чтобы у вас тоже было это понимание. Мы идем только через путь волеизъявления людей. Просто мы готовим структуры, которые потом пригодятся. И они должны сейчас взять, брать на себя руководящую задачу по формированию этого всего процесса. Когда будет 33 миллиона человек в альтернативном референдуме, потом мы можем сделать предложение существующим структурам управления власти. И они могут от этого не отказаться. То есть перевести это в формат законного референдума. Это уже было сделано. Ну да, только было сделано по-другому. Это получается в порядке. Да, хорошо. Итак, выбор утверждения состава ОРС-структур. Какие ОРС-структуры вообще планируются? Планируется создание Центрального комитета ситуационно-народного управления. Потом планируется очень интересный орган. Мы сейчас его обсудим, даже огласим. Верхняя палата – это типа Госсовета. Державный совет согласия можно таким образом еще назвать. Дальше на уровне типа комитетов под министерства будет необходимо сделать комитет Министерства обороны и вооруженных сил грядущего Народного союзного государства и Русского народного ополчения. Как раз присутствуют здесь люди, которые и планируются, чтобы этим занимались. Далее, комитет державостроения, как основной комитет, который сегодня нужен. Это предусматривается Народная конституционная комиссия, работа над державным планом, ну и все, что касается державостроения. Далее предусматривается такой момент, как для исполнительного сотворчества на победный период создается ЦИК, то есть Центральный исполнительный комитет грядущей Соборной Руси. И это как бы то, что сейчас многие называют Верховными Советами РСФСР, Верховными Советами и так далее. Мы не можем сейчас об этом ничем говорить, потому что существуют просто инициативные группы, которые должны в этом направлении работать. То есть это представители Народных Советов, которые находятся в областях, вот они должны как-то собираться в какой-то орган, с кем, соответственно, проводить исполнительные задачи. Для этого мы предлагаем Центральный исполнительный комитет и создавать. Сейчас мы о нем поговорим. И создается этот комитет, о котором мы говорили, концептуального празднования в 100-летии СССР. Так, и еще необходимо нам сегодня быстренько пройтись, это Совет Безопасности. То есть Совет Безопасности... А, ты у Кобры был, да? Да, то есть они, в принципе, дистанционно уже с нами решили, но у них сегодня совещание, поэтому они как бы не пришли. Но они как бы с нами. Тоже Сергей сделает на этот повод доклад небольшой. Вот. Что Совет Безопасности? Совет Безопасности. Это пока на сегодняшний день создается Совет Безопасности в формате концентрации людей, которые работали в сфере МВД, в сфере КГБ, ФСБ. Это СССР, да? Ну, там много поменялось. Итак, и другие комитеты, которые необходимы для державостроения. И у нас здесь присутствуют люди, которые большой опыт имеют у Абрежи. И здесь полная, как говорится, свобода проявления инициативы. Теперь проходим еще раз заново. Я сейчас ваше внимание обращу на то, чего не было ранее предложено никем. Верхняя палата. Что такое верхняя палата? Это так называемые, вот здесь там люди, которые… Вот в Англии, я понимаю, там была палата лордов, да? Есть еще там рыцари круглого стола, там что-то еще подобное. То есть люди, которые своей энергией, своей жизнью, возможно, даже какими-то рисками и своей деятельностью широкой повлияли на создание Народного Союзного Государства. То есть за этот период времени нужно будет просто попахать. Титанический труд. Чтобы это реально сделать, это огромный титанический труд. И первая задача – это как раз, чтобы было большое количество учредителей этой страны. Так вот, те организации и лидеры, которые за собой смогут повести и будут этим заниматься, у них появится право создать так называемый, значит, то, что мы назвали, Державный Совет Согласия. Это органы, где они не избираются, они как бы вечные. В такой опыт, по-моему, в Иране есть, это стражи революции. Так вот, стражи преображения Руси – это те самые заслуженные люди, которые реально сделают переход от того, что мы сегодня, где мы живем, в то самое светлое будущее. И они должны быть стражами этих завоеваний. Вот такая идея. Ну да, да. Вот такая идея, это тоже стимул. Стимул, допустим, Сергей Удальцов, тот же, да, там, левый фронт. Но это не тот человек. Но вот он вдруг решил стать тем человеком. Это просто пример. Вот он решил, говорит, да, мы пойдем и поможем. И через их организацию станет, допустим, 3 миллиона человек, молодежи, которые поможут сделать, учредителей ввести таких людей. Они будут создавать орг структуры, они также примут эту всю идею и просто будут бурлить, что называется. У них же молодая энергия, хорошая. И у него есть право с какими-то людьми войти в эту, так сказать, верхнюю палату, принятие решений. Она будет обладать очень серьезными, скажем так, полномочиями. На сегодня мы не говорим, сколько людей там может быть, это тоже будет ограниченное количество людей, но сколько это будет, мы будем понимать, как минимум в марте. Потому что лидеры будут видны уже вот скоро, кто этим будет заниматься вообще. И вот право обвета будет находиться у этой палаты, условно верхней, да, и так далее, на принятие решений, как Верховного Совета, допустим, так и на группу управления. Поэтому эта идея, она стимулирует многих лидеров. Также и молодые люди, которые будут участвовать в этом процессе, просто попадают туда по своим заслугам. Теперь возвращаемся. Центральный комитет ситуационного управления, народного управления, мы предлагаем сделать со 109 человек. То есть это коллективный президент, можете называть, коллективный глава государства. Не важно, как это будет, да, пока. Но это состав 9 человек. 5 человек это с России, 2 человека Белоруссии и 2 человека с Украины. Так как мы делаем союзное государство. На сегодня пока мы предлагаем утвердить 3 человека. Это Руслан Викторович Павлов, то есть я, Славин. Это Сергей Кулаков и Олег Атолич Кремчук. Алексеевич Кремчук. Олег Кремчук, ну сейчас он может выступить, если мы усмеем подсоединить. Вот и остаются остальные возможности для того, чтобы дальше потихонечку будет входить этот состав Центрального комитета, те люди, которые будут готовы работать в такой плотном понимании задач и самоотверженной задачи. Олег Кремчук, он сейчас не присутствует, просто я сразу за него скажу, и я думаю так. Это человек, во-первых, руководитель с Крыма. Руководитель, в том числе, он большое принимал участие в, так сказать, русской весне. Он глава русского, такого движения «Русский Крым». Начинал он свою деятельность с 2004 года, и со мной этот человек, он помогал создавать политико-правовую доктрину. Вот то, что вы видите в формате, что такое новое государство, с его идеологией и так далее, это как раз политика-правовая доктрина, которую создавал в том числе и Олег Кремчук. Ну вот такой тоже интересный человек, который будет с нами вместе работать. Так, по верхней палате, сейчас мы пройдемся, что еще у нас там. Так, комитет Министерства обороны и вооруженных сил грядущего народного союзного государства и русского народного ополчения в текущем режиме предлагается возглавить на должности руководителя комитета полковника Александра Владимировича. Вот он здесь сидит, мы сейчас к нему уже вернемся. Вот он представится, немножко скажет о себе. И его замом я предлагаю назначить подполковник Михаил Лакеев, да? Лакеев. Ага, неправильно написали. Хорошо. Лакеев. Я, Александр Владимирович, очень коротко о себе и потом вернемся к задачам вот такого комитета, который я сейчас согласил. Но человек, сразу скажу, 2014 года Александр Владимирович практически полностью помогал всем воинам на Донбассе. Его хорошо знают ополченцы, особенно в Луганской области, да и в Донецкой тоже. И он помогал за все эти 8 лет, не взирая на то, что он сам перенес ранения и ему было тяжело. И он и от компартии, от себя лично и свои деньги большие вкладывал в эту помощь и многих раненых и так далее. Его сын сейчас получил серьезное ранение и вот на этой войне, и уже, как говорится, ну пока, слава Богу, все обошлось. То есть еще в больнице находится, но года 2-3 он еще будет лечиться. То есть человек, действительно человек чести. То есть самой офицерской чести, которой сейчас не хватает очень многих офицеров. И поэтому лучший кандидатур на данный момент времени, и слава Богу, что он согласился. И даже было такое, в 2016 году он согласился, когда мы предлагали обновленное УССР, тоже возглавить Министерство обороны. Это я сколько людей не искал, все очень были слабые духом, не соглашались. А Александр Владимирович согласился. Я передаю ему слово, пускай немножко расскажет о себе чуть-чуть. Министерство обороны, это, конечно, громко сказано. Это пока или комитет, там это все пока только где-то в планах грядущих. Вот, в настоящее время я сейчас являюсь начальником штаба, Союз Советских Офицеров. Это Международный Международный Союз Советских Офицеров. Значит, у нас ходят 49 региональных организаций. И организации это республиканские, это бывшие, которые сейчас, ну, республики самостоятельные, которые раньше ходили в состав Советского Союза. Вот буквально где-то две недели назад у нас прошел третий съезд вот этого Международного Союза Советских Офицеров. Кстати, первый съезд был в 13-м году, это в Киеве он проходил, когда учреждали все это. Тоже готовимся, готовимся к 30-летию, к 30-му декабря, да, когда будет 100 лет Советскому Союзу. Вот, подготовка идет сильнейшая. Вот, это именно на третьем съезде вот нацелили все местные организации, все. Значит, все эти организации сейчас докладывают мне, как начальнику штаба, планы мероприятий, какие они там будут делать. Даже вот скажу, в союзных республиках, допустим, Эстонии, Латвии, там ребята действуют в подполье. В Молдавии наш генерал Донцов ушел в подполье, потому что перед тем, как ехать к нам уже на этот съезд, его предупредили, что будешь арестован в аэропорту. Сейчас его там ищут, но ушел в подполье. Но Союз наш действует. Значит, ходят у нас, в наш Союз, но это по России. Это где-то 9700 человек по всей России, вот из этих 49 организаций. И около 4000, это по союзным республикам, по бывшим. Вот. Ну, что рассказать, за плечами у меня три войны. Афганистан и обе Чечни. Вот. В Афганистане я был 82-84 год, 1-я Чечня, 94-96, и 99-й, 2001-2 Чечня. Вот. Вот примерно такое. Потомственный офицер, буду так говорить. Скажу, дед по матери, еще Первую мировую войну закончил подпоручиком, попал в школу прапорщиков в 15-м году. Вот. Отец прошел финскую отечественную войну. Вот. Начал войну сержантом, закончил ее майором. Вот. Имеет орден Ленина. Имел орден Ленина, который получил в 42-м году. Вот. Дальше он продолжал службу. Ну, как, он всю жизнь так и был в пограничных войсках. Вот. Встретил он войну под городом Гродно. Держались заставы три дня они. Пока к ним не пришел, не прибежал какой-то пограничник, но они отошли в леса там от заставы, естественно, с письменным приказом. Вот в этом плане пограничники действительно встретили отечественную войну во всеоружии. Ну, и благодаря, конечно, теми, кто командовал им, а которого потом замазали грязью, это дверья, он командовал пограничными войсками, они были встречены. Ни одна застава не отошла без приказа. И вот отец рассказывал, прибежал к ним пограничник с письменным приказом от коменданта там, я не знаю, округа, что ли. Только тогда отошли. Как они отходили? Отходили они, во-первых, запрещалось им идти по дорогам, шли только лесами. На десятый день они вышли к литовскому шауляю, там был пункт сбора. Значит, отец попал сразу в группу такую, которая, знаете, как птица, вот когда гнезда отвлекает от своего, то есть отлетит там на 5 метров, за ней там идёшь, и она так уводит от гнезда. А вот они, если появлялись там немцы, вот они примерно с этого лесного массива задача была отвозить. И всех их пограничников, значит, каждую ночь садились в самолёты, первые это вывозили раненых, а потом уже в конце концов вывезли всех. Тут же по приказу всех отправили в Среднюю Азию, вот он. Он участвовал в вводе войск в августе месяце в Иран. Потом был по личному распоряжению, наверное, слышали такую фамилию, Батян. По личному распоряжению Батяна попал в эту бригаду. И уже по новой попал на фронт, когда началось контрнаступление под Москвой. Забросили их в тылы, и там они мешали немцам отступать. Ну, мешали, соответственно, сами понимаете, где подорвут, где там пулемёт выставят и так далее. Вот после войны он служил. Мои детские воспоминания, это Туркмения и Пески, потом перевели его в Латвию. Это под Венспорс, там застава по побережью была. Вот так вот о себе чего рассказывать. Так учился, сменил шесть школ, так как отца переводили туда-сюда. Ну, окончил, поступил в военное училище, окончил его. Ну, служба, война, академия, всё. Какие вопросы ко мне ещё? Вы ещё имели опыт работы в генеральном штабе? Да, за крайние десять лет я закончил службу, это авиационная форма на мне, но я попал на воздушный пункт управления генерального штаба и работал, значит, оператором, направленцем на сухопутные войска. Основная задача была, это задача взаимодействия. Это одни из сложнейших вопросов, чтобы там наша пехоточка не попадала под дружеский огонь, там и так далее, и так далее. И вот приходилось, особенно вот в Чечне, особенно в Первой Чечне, приходилось там по окопам излазить, вот согласовывать с авианаводчиками, все это дело. Ну, делал я это дело не зря, потому что ни разу не сплоховали, ни мы, ни пехоты, друг друга поддерживали. Высадка была с десантом, десантов, которых там окружали или где-то там застряли в горах. Вот, сам попал в окружение там, но там летели мы на выручку батальона, вертолёт завалили. Вот, но попали в этот батальон, погода тут в горах сразу, это вот, Саланк, наверное, слышали, этот перевал. Вот, погода была нелётная, в общем, за две недели питались под ножным кормом, потому что ничего не было, батальон, но вот через две недели вы смогли выйти из окружения. Вот, опять же, при поддержке авиации, которая родная пробила нам хороший коридор, обработав там участок, этот район, потому что батальон там был порядка 800 человек вместе с нами. Вот, собственно, всё. Ну, в генштабе вот при, как-то, опыт какой, оперативной работы, вот, потому что уже во второй Чечне я туда поехал штаб руководства, вот. Но, опять же, с самолётом всё это связано. Вот, примерно такое. Вот, могу вам задать. Как вы оцениваете современное, вот сейчас, вот ведение военно, именно военное ведение операции? Ну, военное ведение операции, я вам скажу, как я оцениваюсь. Сейчас на фронте будем говорить с нашей стороны, это называется оперативная пауза. В чём суть? Вот, неправильное планирование во время военных действий, оно уже не исправляется. А в чём у нас заключалось? Вадим Владимирович сказал, иметь маленькую, небольшую, компактную, мобильную армию. Ну, и закончилось тем, что сухопутная группировка смогли ввести туда только чуть больше 150 тысяч человек. Вот, украинцы провели мобилизацию, у них там больше миллиона человек. Что меня смущает там ещё, это утверждение о господстве в воздухе. Но когда я смотрю телевизор, я вижу, только летают самолёты или вертолёты летают парами. Но это что такое? Это значит, они наносят какие-то точечные удары, не больше. Хотя применение авиации, по всем они, боевым усталом, ещё как-то, это нанесение удара уж квадратно-гнездовым способом. И до сих пор меня удивляло, почему, блядь, Шавдеевка сильно укреплена. Но я почему-то думаю, вот, я бомбардировочной авиации служил. Есть такая бомбочка, ФАП-500 называется. Это 500 килограмм тротила. Это там никакой бетон не выдержит. Почему? Потом это делают боеголовки тоже, их можно, даже не входя в зону ПВО. Произвести пуск, это управляемыми бомбами, согласно там лазерным путём. Я не знаю. И вот сейчас поэтому проведена мобилизация. Мобилизация. Значит, там два пункта. Во-первых, будут пополнять те части и подразделения, которые понесли потери. И второе, это идёт формирование новых бригад, там дивизий, не знаю, что там именно формируется. И тогда их тоже, они будут введены туда. Сейчас просто, ну, как это, хотите называть оперативной паузой, хотите считать активной обороной, но действия такие. Я вот как раз хотел выяснить вашу оценку руководства военного. Руководство. Значит, я сказал Руслану... Камеры пишут, зачем вот провоцировать? Нет, нет. Я сказал Руслану, вот сегодня сказал, когда армии воюют, критиковать её нельзя. К сожалению, мы испытали это в первой Чечне. Вот НТВ там было, Миткова такая выступала. Когда прилетаешь туда, значит, возвращаешься с полёта, включаешь в блиндаже телевизор, и там поливают нас грязью. Очень весело нам было. Случай был такой, вот лично участвовал. Летим в квадратное такое прямоугольное здание, найдём четыре зенитных установки, работают по нам. Ну, там попадания были, но ответили. От этих установок ничего не осталось. Вечером включили телевизор, Митков говорит, вот какие лётчики наши, нехорошие люди. Разбомбили школу. Нормально. Понятно. Благодарю вас за знакомство с вами. Я думаю, туда вели минуты, и, если бы, Крилл тоже рассказал о том... Подполковник запаса воздушно-космической обороны Лыкеев Михаил Вячеславович. Закончил Нижегородское зенитно-ракетное командное училище ППО. Служил в районе Мурманской области. Уволился в 2014 году. С первой бригадой воздушно-космической обороны. Инженер-ракетная служба. Уволился, написал рапорт. Прошу уволиться. И с тем, что в армии бардак, вверхать и коррупция. В настоящее время еще являюсь президентом благотворительного фонда «Красота спасет мир» и председателем Международного союза общественных объединений «Наше право». Движение против преступности и коррупции – наше право. В принципе, пока все. Деятельность в направлении создания русского народного ополчения. Я думаю, вы вдвоем достаточно хорошо эти мероприятия знаете и осилите. Мы вам будем помогать со своим опытом. Я хотел бы сказать, поддержат ли присутствующие эти две кандидатуры на работу такого комитета, который должен работать сейчас над созданием русского народного ополчения и подготавливать практически будущие структуры Министерства обороны и вооруженных сил грядущего Народного союзного государства. Есть возражения? Давайте исходят от этого. Вы же хотите утвердить эти кандидатуры? Да, конечно. Прямо здесь и сейчас? Да, да, да. Прямо здесь и сейчас. Не обязательно можно на съезд. Нет, съезд будет очень не скоро, а эта работа... Мы сейчас съезд тогда. Я понимаю, что вот ты, халат. Да, да, да. Сейчас мы работаем вот в таком интенсивной ситуации. Возражения нет. Возражения есть. Так надо сказать об этом. Понимаете, решение по поводу кандидатов до данный момент времени, это нецелесообразно. Поскольку вы говорите, что вы ожидаете проведения соответствующего съезда. Нет, нет. Давайте тогда поправлю немножечко ситуацию. Расскажу. Итак, сейчас создается оргкомитет по ассоциационно-народному управлению, который должен подготовить сначала учредителей. Запускается процесс альтернативного референдума, где выставляется русский общественный договор как основа народной конституции. Тех, кто согласен с этим документом и с тем, что мы рассказали про характеристику народного союзного государства. Тех, кто готовы с основными согласными идеями, как будет жить человек в этих условиях. И готовится параллельно написание народной конституции. Так вот, за это люди будут, соответственно, уже на определенных ресурсах цифровых проводить свое волеизъявление. Я добавлю, и вот тогда, когда на местах народные советы пройдут такую большую работу, появятся люди, которые желают жить по-человечески, они потом выберут представителей, которые приедут на съезд и будут принимать дальнейшие серьезные организационные вопросы. А на данном моменте по принципу сделать шаг вперед. Кто сделал шаг вперед, кто-то пошел. Уважаемый ведущий, я, конечно, извиняюсь, это важна большая серьезная работа по разработке целеполагания, которая оформлена в какие-то там документы, содержание убедительно местами. Но в целом вопрос и про работу, и не продуман. Только по одной причине, что данное ваше движение по восстановлению родов, по восстановлению путешествия в будущее, путешествия в мечту, как было сказано изначально вами, уважаемый ведущий, является только лишь мечтой, то в рамках любой мечты подставлять уважаемых людей под конкретный уже результат, который в отношении вас будет осуществлен властями, неразумно. Только по одной причине, что данное целеполагание, которое по содержанию очень сочное, многостороннее, разноплановое, оно все равно, при всем желании, находится в правовом поле Российской Федерации. Поскольку оно находится в правовом поле Российской Федерации, то любые формирования силовых блоков, каких-то комитетов, которые не входят в юрисдикцию даже Российской Федерации, будут рассматриваться властями как создание структур, альтернативную структуру по управлению государством. Тем более в вашем выступлении, уважаемый ведущий, было сказано недвусмысленно, что имеет место быть перспективы запуска госсовета, уже вашего подчетки в руководство, а это уже наезд на Конституцию и ее последние изменения. Так вот, поскольку вопрос вообще не продуман, поверьте мне, исходя из моего не только жизненного, но и политического опыта, то я бы не спешил бы с теми выводами, особенно с решениями, со сбором подписей, тем более выхода в интернет для сбора подписей, потому что управлять толпой очень просто. Тот, кто будет нести ответственность за управление толпой под этими красивыми фишками, 50 тысяч, там 500 тысяч кому-то сброситься, внести какую-то копилку, гешеф, это новый мировой порядок. А поскольку вы не имеете полномочий, так сказать, от лидеров глобальных центров управления по реализации этого нового мирового порядка в Российской Федерации и в РСФСР в том числе, то это тоже будет элементом ошибки и будет работать против вас. Потому что как только глобальные центры управления почувствуют, что вы пытаетесь перехватить управление в контексте этого, то сразу на вас будет серьезный наезд. А поскольку каждый человек искренне, при всем уважении к присутствующим, в меру понимания будет работать на те цели и задачи, которые будут перед вами стоять, а в меру непонимания вы будете работать на того, кто понимает и знает больше. А поскольку в рамках глобального сценария сокращение численности населения имеет приоритетные задачи, то сюжетик формируется по противоречию и противостоянию силовому блоку, одного силового блока с нашими ветеранами, хорошими, с опытными офицерами 46 регионов, и нашими спецслужбами, Росгвардией, ФСБ и прочими подразделениями. Так вот, для того, чтобы избежать негативных последствий, то Конституция РССР недвусмысленно говорит, что если Российская Федерация ныне представляет свои интересы как правопродолжатель Союза СССР согласно Конституции 67.1, и имеет место в ООН, Организации Объединенных Наций, только при этих полномочиях, что Конституция СССР работает, то надо и действовать в контексте Конституции СССР. А это не движение создавать, которое Самарский суд прихлопнул и обозвал их всех экстремистами, всевозможные там патриотической направленности. Возвавший фонд осталось. Да, спасибо. А нужно создавать исполкомы. Только тогда, когда вы создадите исполком под эгидой действующей Конституции РСССР, тогда можно будет потом потихоньку внедрять и силовую армию свою создавать в рамках РСССР, коли есть у нас офицеры. Эта Конституция разрешает. А в таком формате создавать силовой блок и двигать ребят патриотически настроенных в этом направлении, голосовать и что-то подталкивать их, это ошибка, поверьте мне. Все, у меня закончилось. Да, спасибо вам большое за внимание. Нет. Сейчас я отвечу, а потом уже вы ответите. Значит, буквально быстренько, потому что вопрос-то не новый, он старый, и прежде чем мы что-то предложили, мы, конечно же, этот вариант рассмотрели. Я понимаю, что вы знакомы с Конституцией общественной безопасности, это очень хорошо. Итак, по пунктам. Значит, прежде всего, про комитет структуры. Русское народное ополчение может формироваться в любой ситуации, тем более оно анти-НАТО. Его задачи сейчас в состоянии войны, которую объявили, специальные военные операции, абсолютно законны. Это общественные движения, которые формируются с целями реагирования на всевозможные развития сценарии вхождения суда на эту территорию разных организаций военных. Поэтому это нормально. Существуют территориальные обороны сейчас, формируются на каждом углу. Никто даже слова не скажет. То есть здесь претензий к нам нет совсем. Мы формируем, готовимся, сплачиваемся, там, так далее, тренируемся против НАТО. Вот это раз. То есть вопрос по комитету по подготовке русского народного ополчения, а этот комитет как грядущего народного союзного государства, вот, никому не может переходить дорогу, потому что он грядущий. Второй момент. Минины Пожарские, наша история. Они же не спрашивали там у поляков, там, что-то вы там, такие-то, такие-то, мы тут задумались Русь спасать, а вы там придете, там что-то там сделаете. Поэтому мы тоже живем в такое время, когда каждый должен принимать решения, потому что крах русской цивилизации налицо, и сидеть в стороне, чего-то там бояться, нет смысла. Третий момент в плане юридического составляющего, там, Конституция СССР, там, правоприемство и так далее. На уровне народной дипломатии происходят процессы. В декларации это четко было сказано, что из-за того, что процессы запущены на уничтожение русской цивилизации, и никто из Кремля, в том числе, там, не собирается ее спасать, а наоборот, работает по последним аналитическим запискам, там, уже 9-го, да, происходит, наоборот, слив всей России для того, чтобы она оказалась на обочине. А если еще вмешается скоро Черносотенство, мы как раз готовимся к такому вот мероприятию, когда будет потеря центрального управления в России, и будет Россия разорвана на разные ситуации. Так вот, Черносотенский проект, который объявил позавчера Малафеев, который готов устроить бардак в России, его задача как раз ввести в феодальное состояние Россию под красивым предлогом духовного спасения православия и монархии, и при этом отбросить технологическое и интеллектуально-культурное развитие России далеко за пределы. В это время Китай будет шагать семимильными шагами во всех направлениях своего развития, плюс Штаты, и они поделят мир пополам, по-своему. А мы будем за бортом находиться в очередной раз. Так вот, здесь, как говорится, волка боятся в лес не ходить, это первый момент. Все остальное, это будет зависеть от тех людей, которые что-то умеют делать, в том числе и системы безопасности, от тех угроз, которые вы обозначили. Так вот, право на самоопределение, это железное право и создание из представителей народной дипломатии Украины и Белоруссии, а именно БССР и УССР были основателями ООН, в том числе как СССР, и учредителями ООН. И поэтому вот это право преемственности в Народном Союзном Государстве, оно учитывается. И создание новой конституции, нового уклада жизни, приветствуется, потому что это соответствует тому времени и эпохе, в которой мы с вами и сопереживаем этому. Поэтому это процесс. Так, теперь вот буквально два слова можете довести. Немарочку можно, которую вы упустили и не учили бы. Давайте, скажите. В всеобременнейшей декларации прав человека в статье 21 четко сказано, что человек имеет право участвовать в создании органов власти. Поскольку в Конституции 67.1 сказано, что они правопродолжатели Союза СССР, то получается, что каждый из нас является таким же правопродолжателем Союза СССР. Именно ниже в контексте этой статьи Конституции записано, что эти права реализуются в ратифицированных документах, подписанных СССР. Если мы с вами понимаем, что хаос имеет место быть, то исходя из теории хаоса, надо возвращаться в исходную точку. Исходная точка – это восстановление СССР и РСФСР, органов власти. Потом мы даем оценку ситуации, кто сколько где наворовал. Не подлаживаемся под воров и преступников, по которым все плачут статья 64. Силовой блок реализует цели и задачи, связанные с обеспечением безопасности. И все становится на свои места. А потом как раз святая, соборная, справедливая, как угодно Русь, будет реализована как в частности, так и в целом. Поскольку вы патриотичны, я вас уважаю, и всех люблю людей, и в частности всех вместе, то любой патриотизм должен быть взвешенный, разумный и учитывал многосторонние и многоходовки, которые по отношению к вам реализуют. Самарский суд – это не ошибка. Им сказали, ребята, не движение всевозможное организуйте, а создавайте советы народных депутатов. Вот что сказал Самарский суд. Спасибо. Это дельный разговор. Спасибо. Я буквально, опять же, спорирую, чтобы это пошел диалог, но есть под этим. Мы отказались от этого пути в 2020 году. Вот все, что вы говорили, хорошо было проанализировано, и я сказал, что этот путь по затратам энергии, материальных ресурсов и людских ресурсов, он даже сложнее, чем тот путь переучреждения. Он сложнее. Потому что вы себя загоняете в рамки законодательства СССР 78-го года, как минимум, или 77-го, точнее, года. С 36-го. С 36-го тут еще надо постараться вам загнать. Вы пока можете только про 77-го года говорить. С 37-го пройдем. И таким образом вы отбрасываете от себя, от движущих сил, как минимум, 3 пункта, которые я говорил про движущих сил. Молодежь отбрасываете, группы предпринимателей отбрасываете, еще отбрасываете. А задача именно исходя из того ресурса, который может действительно что-то изменить. Вы думаете, что вы сядете на основы законотворчества и бумаг, и эти бумаги будут побеждать? Нет, они побеждать не будут. Побеждать только конкретные люди и с креативными решениями. Если у вас не будет креативных решений, то никакое законодательство СССР прошлого не заменит ваш креатив в настоящем. Все, это делима. Давайте мы остановим дискуссию, потому что это отдельный разговор. Может быть, сделаем небольшой перерывчик на минут 5-10. Сколько у нас времени сейчас вообще? Время 18-20. Давай 10 минут перерывчик, потом, может быть, будет прерывчик небольшой. Сколько у тебя, которое время у тебя? Надо будет снимать или нет? Да, снимать надо будет. Еще протокольные? Да, конечно, у нас протокольные дела. У нас до 7? До 7? Нет. Мы с 5 начали практически. Ну, а по аренде как? По аренде нормально все. Все нормально? Ну, если возражений нет, давайте 5 минут вздохнем. Проветрим помещение. Да, и мы будем. Все, сколько? Ровно 7 минут, да? Стоп, снято пока. Да. Стоп, снято. Руслан, объявит продолжение работы. Все, перерывчик закончен. Начинаем, продолжаем работу. Закончим ее определенными решениями. И перейдем. Я гаркну. Конечно. Я шепну. И меня отпустят. Да, и тебя отпустим, да. Буквально у нас быстро. Итак, резюме. Комитет по формированию русского народного ополчения, который потом в будущем будет выполнять другую задачу, сегодня мы еще раз говорим. Вот два человека, которые должны в этом деле нам помочь. Чтобы уже не было там этих перегибов. В этом плане все, да? Ну, голосовать не будем, да? Ну, можно голосовать. Да, против не было ничего. Тогда так и запишем. Были за и... Да. Я хочу, значит, очень внимательно, пока сейчас Бакенбек здесь, хочу вот очень важный такой вот инструмент обсудить. Я уже говорил важность столетия СССР, и необходимо к нему готовиться. Кто-то должен этим заниматься и помогать. Поэтому вот этот комитет концептуального празднования столетия СССР я предлагаю вот Бакенбек. И мы ему будем помогать. Буквально два слова о себе и... Да, дальше мы тебе поможем. Бакенбек, СССР будет проводить большой концерт. Об этом скажет Ирина. Ирина непосредственно работает, сотрудничает с организатором этого концерта. Ну, планировалось в прошлом году в Кремлевском дворце, а потом в другом месте, концертный зал Москва. Да, и двух слов сейчас может сказать насчет этого концерта. Здравствуйте, меня зовут Ирина Котлярова, председатель комитета по внутреннему и въездному туризму «Национальная опора». Занимаюсь развитием внутреннего туризма, занимаемся продвижением концепции культурно-гуманитарной. И также вот в честь столетия СССР планируется концерт 17 декабря. Хотелось бы собрать СНГ, представители стран СНГ, может заключить какие-то соглашения с ними о проведении мероприятий, потому что важно поднять потенциал, культуру, очень много возраста, кто еще в СССР. Значит, называется «Я рожден в Советском Союзе». Концерт будет приурочен. Потом следующее мероприятие у нас планируется в Кремлевском дворце как раз, и это будет 21 мая 2023 года. Что еще сказать? Ну, вот по задачам, там очень много будет задач в Бакебеде, и в парнировании, другими словами, ты их готов за кузовом? Хорошая связь, ты такой человек? Про СНГ расскажите, про СНГ плюс один, да? Да, значит, вот Ирина как раз напомнила. В СНГ есть председатель комитета по туризму. Она очень деятельная, у нее связи везде, во многих странах она участвует в организации проведения разных мероприятий. Мы подключим вот таких людей в оргкомитет, и поэтому здесь надо внутри сформировать такой оргкомитет. Правильно, да? Продвижение культуры? Ты согласен? Я согласен. Вместе с Ириной будем делать. Отлично, все, добро. Значит, мы тогда возлюждаем тебя. Кто против такого массового, очень активного человека? Прослушайте, я член оргкомитета в столетии СССР. Не тогда, когда Ирина включилась, и Быхен Вех подключил, и Морозов, и Максим Туль, эта известная парочка, не хочу говорить сладкая, но молодцы. Каждый девушка в своем ключе делают. Не один год. А может, вас поставят? Ну, не надо же не оставить. У меня много направлений, у меня более серьезные. Значит, то, чем занимается Максим Туль, если вы не договорились, они в чистом виде делают ту часть культуры, которая никак не перейдет ни в какую политику. Они даже будут препятствовать, потому что они хотят тихо жить. Максима Туля, знаю, как облупленного, хотела приехать и поговорить с ним, что делает Максим Туль, кого собирает. Сергей Кулаков очень хорошо знает, что было на этой России. Какой, как ее звали? Уникальная. Уникальная, конечно, уникальная. Знаем, что там происходило. Знаю, как концерты происходили. Знаю, почему не в Кремле, а в этом Москва. Знаю проблемы. Деньги. И чтобы были билеты, за деньги проданы. Кому будут проданы? Вы за это возьметесь? Распространять билеты, чтобы заполнить сам Москва. Нет, конечно. Не о том речь. Не о том речь. И о том тоже. Потому что основное. Это очень серьезно. И вы поэтому включились. Не надо мне рассказывать, вы туризму. Туризм – это денежки внутренние. Это нужно развивать. Но давайте-ка вот из этой культуры вытащим, если мы действительно в эту политику, народную дипломатию. Концепция культурно-гуманитарная. Ну, конечно. Это другая концепция. Это не вот этого столетия. Несмотря на медали и все так и подключить. Надо уже нашей замечательной партии. Этот пирог, который с одинаковыми долями участвует. И ту же справедливую Россию этого Мирона. Новые люди. Извините, всех. Но новые люди – это те же стали. Поэтому давайте, и это правильная должна быть, такая дипломатия выстроена. Чтобы они только под козырек. Извините. Чтобы они ни вправо, ни влево. Как это надо? Выхельбекный политик. То есть все-таки политрук. Значит, давайте это надо так, чтобы было прописано. Чтобы ни к одному слову не перебрались. И под козырек подписали. Вот тогда это будет уже сила. Тогда за этим будет какой лекторат? Части партии «Справедлива Россов», части коммунистов. Мы были два дня тому назад. Вот и Разумовская была. Слушай, не вы не были. А мы бываем больше, чем вы. Но вы туризмный. Я был ДПР в 10 лет. Ну, тем более. О, ну, Слуцкого. Мы все поняли мою концепцию. Но Жириновский уже отдыхает. На все оставшееся время. Все. Значит, вот моя. Вот здесь. Что вы здесь? Вы в тройке. Вы подключитесь. Нет. Вот это не подпишется ни туль, ни, это самое. Несмотря на то, что вы в комитете, и я в этом комитете. Я видела, кто там был. Знаю, к чему пришло. Знаю, что делать. И с Димой буду говорить с прошлым. Но откровенно он будет меня слушать. Мне 875 лет. Но! Можно я заодно сразу скажу? Не будет консолидации сил Сергея и Руслана. И если будет вот эта маленькая кучка, которая наполовину побежала по другим этим самым кучкам, то ничего не будет. Значит, вот я была 85 лет. Очень сожалею, что у тебя не было. Был Фомин. Вы знаете, кто такой? Спасибо. У него рациональное зерно Народный институт развития. Все, одно вот хочу праздновать. Нормальный? Вот он выстраивает систему, он системчик. Я не люблю слово методологи. Ему сказали, замени слово методологи. Потому что это уже Щедровицкий, это уже Анитима. Это все, кто уже себя запитали. Кто-то чем-то как-то. И в начале перестройки и до. Значит, сегодня новая концепция. Я несколько организаций представляю, поэтому, чтобы вы понимали, не просто так. Так вот, Алла Георгиевна Грязнова, которая воспитала финансистов, на экономике все строится, и там департаменты, какие они все руководители, и какие знающие. О чем они говорят? Сосы страшны, вы знаете, мы катимся в тарады. Но мы должны показать, что это будет работать, и если войдут в эту новую народную дипломатию, в Новую Русь, что это спасение. И для молодежи, и для старшего поколения. А как показать на деле, что что-то уже создано, и что за нами идут уже эти миллионы. Собрать просто по стране миллионы не соберем. Только из тех, кто уже есть. Поэтому я и говорила Надежде Разумовской. У Абрежа брать списки надо. Пускай это будет, что он не он летал эти списки, что их Бог послал, с неба свалили списки, вдруг общественных советов в России. Какое счастье! Господь есть. Господь жив, жил и будет жить. Вы поняли. А можно еще одну фразу? Есть публичные люди, мощнейшие, которые с открытым, и мы знаем, к сожалению, вы знаете больше меня, сто крат, которые вышли с первой пандемии, с открытым забралом. И этих людей надо защищать, потому что они хоть и говорят с открытым забралом, но и каждого из них могут закрыть в любую минуту. Я говорю о Катасонах. Я говорю о Кургиняне. Я говорю о Делягине. И о многих тех, за кем уже лекторат. За ними уже есть тысячи тысяч. 300 тысяч, 500. За Баглаевым, еще раз говорю, Баглаев и Красная Замя Серебренникова этого. Вот кого надо. Вокруг них. А за ними уже есть промышленники. Теперь вы сказали о среднем и малом бизнесе. Мы уже Сереже говорили, хотели поздравить. Есть такой Ковалев, Андрей. Простой русский миллиардер. Так он уже движение создал. Чего изобретать велосипед, если есть движение малого и среднего бизнеса? Его убивают. Как убивают и промышленность. Среднюю, и большую промышленность. Убивают финансовую. Эти должны нам подготовить такую справку из всего того, что есть. Вот это, как ее, Алпидовская. Господи, по-моему, она мудра. Она кричала по пандемии, куда там. Отдыхает весь СССР. Она одна совсем. Вот пускай она со своим ученым советом, с теми, кто экономикой занимается, банками занимается. Я вчера это услышала. А пришла на полтора-два часа. Я все уже поняла, что вот от чего оттолкнуться. От экономики. Я правильно говорю? И собрать надо этих людей. А без этого ничего не будет. Ничего. Мы не Ленины. У нас нет немецких денег. И нет ничего. Тем более в условиях санкций. Тем более в условиях санкций. Спасибо. Я готова участвовать во всем, что приносит плоды. Спасибо. Благодарим Вас за Ваш опыт и опыт разума. Немножко есть. Конечно. Есть задача... Я не шумная. Я уже забежала. Возмождаю, я сейчас сказал. В хорошем смысле. Сейчас тебе же. Для продолжения конструктивного диалога Ярославу Старухину тоже мы дадим слово. Потому как и можем сейчас быстренько заканчивать. А очень важное есть от него сообщение. Сообщение. Поскольку я сфотографировал присутствующих, отослал в регионы. И молодое поколение пишет. Говорит, Ярослав, а где молодежь? Ну, такое ощущение, что старички собрались и на старых лекалах что-то хочет делать. Я прошлый раз озвучил. Я повторюсь, поскольку это видеокамера. Но поскольку всем дается слово. Я думаю, тоже пять минут попрошу присутствующих. А поскольку я вижу новые женские глаза. Комитет по туризму. То повторюсь идею. Потому что я эту идею повторял. Она была не услышана. А у нас внутри чата, телеграмма. Это получило распространение. Ставка делается на женские энергии. Значит, когда мы сейчас все вместе принимаем участие в создании некой организации. То, применяя системный анализ и методологию. Мы можем увидеть, что по любому неказистому поводу деятельность этой организации может быть застопорена в любое мгновение. По причине личной персональной неугодности. Либо документального какого-то несоответствия. И вся структура по всей стране будет блокирована. Значит, касательно обращения к мнимым социальных авторитетам, которых вы здесь перечислили. Ни один из этих перечисленных фигурантов не ведет речь о прекращении эпохи расставщичества. Ни много, ни мало речь идет о признании расставщичества как пережитка прошлой эпохи, которая позволила цивилизации чрезвычайно быстро произвести индустриализацию и подойти к новому витку развития. К какому? Это мы обсуждаем. Что транслируется, предлагается? Ставка делать на женщины. Каков механизм привлечения участия? Существует некая структура. Эта структура в Москве накосячила, работу закончили. Что делать с теми людьми, которые в регионах? Они завязаны на филиальную сеть. А как можно по-иному пойти? По законодательству действующему, каждый человек, кому исполнится 35 лет, имеет непоражение в правах, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост кандидата в президенты. Из этого идеи. Наша задача, чтобы идея владела массами. Вы размышляете, как будто вы победите на выборах. Вот вы ходите, ходите, как будто... Ниху, нет, да. Ну, а тогда это вообще бессмысленно. Трата жизни на ни на что, потому что не будет достигнута цели задачи. Значит, если мы ставим задачу победить на выборах, то это может произойти только когда идея владеет массами. Есть ли у нас капитал финансовый, чтобы купить электорат? Нету. А что у нас есть? У нас есть сверхидея. Кто заказчиками является сверхидея? Женщины. Что женщины могут сделать? В каждом регионе, в каждом городе, в каждом большом селе женщины могут собираться, ну и вместе с мужчинами, в группу по 500 человек. Это минимальная инициативная группа, которая способна проявить волю изъявлений и поддержать самого движения кандидатов. Законодательство мы чуть переворачиваем, и мы не самовыдвиженцев поддерживаем, а женщины призывают кандидатов в президенты. Вам эта идея кажется ложной, нерабочей, потому что вы находитесь в старой парадигме. Вы привыкли работать, мыслить в старых вариантах, а идет совершенно новая эпоха цифровизации, эпоха работы в соцсетях, эпоха работы в чатах, перепостинги, теги. Это совершенно иные подходы. Мы не можем отрицать. Мы сюда приехали на метро, на автобусах, мы пользуемся тройками, телефонами и глупо уповать на то, что нужно на лошадях пользоваться и так далее. Я с вами делюсь социальным алгоритмом, автором которого я являюсь. И динамика в чатах и в регионах показала, что это подхвачивается молодежью. Молодые женщины, 40 лет, я вам говорю пример конкретный, Ерофеева Анна Васильевна, имеет троих детей, из Краснодара, имела абсолютно аполитичные внутренние отношения. Когда мы с ней пообщались, она узнала от меня вводную, уехала в регион, самостоятельно провела работу, раздается звонок. Ярослав, я сменила свою точку зрения. Я хочу быть активно политической. Я поняла, что я не хочу своим дочерям рассказывать, что такое блядство, шлюхи, почему продажный секс там и так далее. Говорит, я не хочу жить в таком государстве. Я услышала, о чем ты говоришь. Я готов сам выдвинуться и собирать под себя 500 человек, чтобы быть одной из сотен, чтобы привлечь к этому внимание. Вот, поэтому я очередной раз, Руслан, с тобой делюсь, что создавать структуру юридическую, которая способна превратиться в субъектность, да, необходимо. Но пометуя о том, что в любое мгновение законодательность системы может поставить блокировку... Мы на этот хитрый клан найдем свой хитрый клан. Нужно быть полезным. Полезным. Нет, никто не говорит. Еще раз, когда говорится, Тульев там еще кто-то, что присоединится, пока женщины не покажут своим участием, что они лично заинтересованы в этом, никто не потянется. Смысл именно в чем? Что я, озвучив эту идею, сначала малое количество женщин покажет динамику инициативных действий. И вот эта динамика инициативных действий женщины переходит в школу кандидатов-кандидатов президента. Это обрастает, соответственно, определенными документами, что сказать электорату, что узнают люди, которые хотят поддержать эту тему. То есть это эффект самораспространения. То, что внутри партийном механизме, очень тяжело и плохо работает. Спасибо, Руслан. Вам слово. Отлично, отлично. Идея 500 женщин и вообще идея выставления кандидатов, если президентские выборы начнутся, она у нас тоже включается. Не начнутся. Мы готовимся к президентским выборам, это командно-штабные учения. Что, штабные учения. Ну, хорошо, идея тоже неплохая. А я еще раз вернусь к концепции победы, которую мы выставляли. Мы говорили, что у нас существует три пути перехода к народному союзному государству как народной державы. Первый путь – это альтернативный референдум, который будет запущен и который переходит потом в законный референдум, используя законодательство той же самой Российской Федерации. Второй путь – это если вдруг решат сделать выборы президента в Российской Федерации и при наличии наших большого контингента людей, которые там миллион, два, три решат все-таки жить в этой народной державе, это уже опора, а мы можем выставить 10-20 кандидатур под одну единственную программу, и тоже это можно победить в этом направлении. Ну и третий путь – это если в стране начнется бардак, в общем-то распад страны, то тогда должна быть структура, готовая подхватить и стать центром сборки народных сил. В общем-то, вот три пути, к трём путям и готовимся. По большому счёту, если сейчас говорить. Так, не говорите, на украине есть хороший послак, не кажи глупо, пока не перескочишь, да, и здесь то же самое. Так что в нашем мире всё бывает. Так, я буквально по-быстрому, если что-то… Как Жириновский играл, в 24-м году Америки не будет. Да, не говорил. Всё будет Советский Союз, даже Симсонов, да, по предсказаниям. У нас есть возможность каждому по 3-5 минут взять слово, и мы на этом, подведя потом итоги, я там заканчиваю собрание. Может, по числой стрелке. Будете? Да. Всё, тогда 3-5 минут, переходим. Все мы во втором, в третьем, в крайнем случае, в четвёртом поколении, выходцы из села, из деревни, вспоминаем. Во время революции 80% населения были крестьяне. Крестьянское мировоззрение, что бы вы вот сейчас не говорили, как бы ни ёрзали на стуле, оно всё равно вас остаётся в той или в другой степени. Поэтому вспоминаем то, что характерно крестьянству. А именно, крестьянин никогда ни на кого не надеялся, кроме себя. Об этом сегодня говорили. Это, можно сказать, национальная черта русского народа. Второе, крестьянина лишили формы организации, лишили крестьянской общины. Другое дело, что ликвидация крестьянской общины растянулась более чем на 300 лет. Ну, надо это учитывать. И следующее, одной из характеристик крестьянства было взаимовыручка. Это была круговая порука. Значит, каким-то образом эти условия нужно отражать. Понятно, у меня много ещё таких идей, но на всё имя нет. Я Сава Бакебек. Я предлагаю следующее. В любых великих делах нужно опираться на женщин, через женщин, на молодёжь, на учёных, на созидателей. Если одним словом. Поэтому я предлагаю, что надо создать при наших разных организациях, или там объединив разные наши организации, надо создать международный оргкомитет мировых проектов и программ. Почему? Потому что это понятно всем, это всем интересно, это всем нужно. И мы можем любому человеку, организации, стране быть полезными. Второе. А те организации, допустим, вот создаётся новое движение, туда мы можем включить в этот оргкомитет, что такая-то, такая-то организация является мировым проектом. Туда мы можем включить мировые идеи, технологии, товары, услуги, проекты, программы, не имеющие аналога в мире, можем включить в этот оргкомитет. Также надо создать Международный фонд спасения экологии планеты, тоже как мировой проект войдёт в этот оргкомитет. Созидательное движение мира за спасение и развитие цивилизации, которое нужно всем и интересно всем. Никто не будет против такого движения. И это тоже мы обозначаем как мировой проект. И так далее, и так далее. Поэтому нам надо быть инициаторами, вот в первую очередь, Международного оргкомитета, мировых проектов, программ. Для начала можно и без образования юридического лица. Тут особых денег не надо, ничего нет. Потом мы создаём, когда привлечём партнёров, создаём созидательное телевидение, где мы будем освещать на весь мир лучшие достижения России, Советского Союза. И чтобы эти достижения стали достоянием всего человечества, тогда будет всё прогрессивное мировое человечество, будет поддерживать наши проекты и программы, потому что они нужны для всех, для всего человечества. У меня две вещи. Вот сейчас вы говорили об учёных. Есть здесь в Москве такая организация общественная, Российский учёный социалистической ориентации. Вот, пожалуйста, я там присутствовал на их совещаниях, присутствовал на съездах, экономичная там хорошая. Пожалуйста, наладьте с ними контакт. Вот, сами поприсутствуйте, всё. Теперь вот, по докладу, что я хотел сказать, я против того, вот, Верхняя палата, Державный союз, что там должны быть лучшие. Это мы повторим ошибку ЦК КПСС. Эта Верхняя палата забронзовеет со временем. Я вам поясню, если надо. Вот, не надо пояснять, я просто... Ну, жизненный опыт мой подсказан. Здравствуйте, меня зовут Ирина Котлярова. Я занимаюсь развитием внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Являюсь председателем коммерческой организации «Национальная опора». У нас есть 10, на сегодняшний день есть 10 региональных проектов по внутреннему и въездному туризму. Это Арктика, Байкал, Санкт-Петербург, Москва, Северный Кавказ, Башкирия и Казань. Как мы знаем, форум будет 24, если не ошибаюсь, мая, будет форум в Казани, что будет нацелен на объединение мусульманского мира. И в рамках проекта, да, соответственно, мы продвигаем культурно-гуманитарную концепцию Российской Федерации. Гуманитарная политика Российской Федерации за рубежом является неотъемлемой частью внешней политики Российской Федерации. Особую роль в гуманитарной сфере играет культура как эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами и формирования объединений международной повестки дня. Духовно-культурный фундамент Российской Федерации будет способствовать упрочнению позиций нашей страны на международной арене и достижению долгосрочных целей ее устойчивого развития с помощью усиления роли мягкой силы дипломатии и укрепления двустороннего сотрудничества с дружественными странами. Цели. Ознакомление мировой общественности с историческим и культурным наследием многонационального народа Российской Федерации и его достижениям. Взаимообогащение культур народов Российской Федерации и иностранных государств, в том числе повышение доступности российского и мирового культурного наследия. Развитие международного гуманитарного сотрудничества на справедливой, взаимной, открытой и не дискриминационной основе. Целями гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом является формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны, как, например, мы это продемонстрировали на чемпионате мира по футболу и Кубке Конфедерации. Содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре. Расширение контактов между людьми. Задачу успеваю? Формирование представления о России как о государстве, которое бережно сохраняет свою богатую историю и культурное наследие, традиционно духовно-нравственные ценности, в котором динамично развивается социально-культурная жизнь в условиях свободы литературного, художественного и других видов творчества, плюрализма мнений, отсутствие цензурных ограничений, защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, присущих русскому миру, продвижение преимуществ федеративного устройства российского государства, в котором произдается равное достоинство культур всех народов, проживающих на его территории, усиление роли, значения и конкурентоспособности русского языка в современном мире, популяризация отечественных достижений в области культуры, науки, образования, спорта, информационно-коммуникационных технологий, повышение конкурентоспособности отечественного образования и использование его потенциала, например, Институт Плеханова, всем известный, для расширения российского гуманитарного влияния в мире, развитие международного сотрудничества в области культуры, науки, образования, спорта и туризма, повышение туристской привлекательности России для иностранных граждан, поощрение международного молодежного сотрудничества, в том числе в культурной, научной и спортивных областях, расширение использования инновационных технологий информационным сопровождением реализации гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом. Что нам нужно для этого? Партнерство, заключающееся в реализации участниками международного культурно-гуманитарного сотрудничества совместных проектов, основанных на объединении ресурсов и координации деятельности в целях повышения эффективности такого сотрудничества, создание эффективных форматов взаимодействия в указанной области под эгидой ООН и других международных универсальных и региональных организаций, а также обмен передовым опытом по этим вопросам. Широкое информирование мировой общественности о деятельности России по оказанию помощи иностранным государствам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций будет способствовать усилению позиции нашей страны как одного из влиятельных центров современного многополярного мира, формированию ее объективного восприятия за рубежом, укреплению взаимовыгодного международного гуманитарного сотрудничества. Спасибо. Вот они, новые герои, которые захватят внимание миллионов и миллиардов. Вот они, новые лица. Представитель Верховного Совета РССР Юрий Валерьевич Селиверсов. Культурное пожелание, целеполагание, которое мы сейчас слышали от представителей культуры, которое намерено объединить все действующих лиц в единый сплоченный блок, будет несостоятельно только по одной причине, что культура является неотъемлемой частью гармонии отношений между многими народами и многими национальностями, которые в исторических границах РССР всегда проживало. Если мы находимся на сегодняшний день в толпе элитарной модели государственного устройства, где все стремящиеся к культуре находятся в статусе толпы, то управление этой толпой и технология управления толпой находятся не в руках народа и не в руках инициаторов повестки, связанные с повышением культуры, взаимопонимания, народной дипломатии и прочего. Если учесть настоящие события, происходящиеся сегодня, здесь и сейчас, где применяются по отношению к каждому из нас всех, как лидеров, патриотов, технологии внешнего управления, то тогда только при этих условиях можно побеждать, если человек научится видеть и различать те процессы, которые вокруг него происходят. Всё остальное называется эмоциональные, красивые фразеологические догмы, будем так говорить. Более того, системы образования, на которые опираются некоторые представители в своей работе, они являются при всём моём нежелании, являются кодирующими и догматическими. Для того, чтобы вырваться из рамок своих догматических профессиональных знаний, коим руководствуется основная масса населения, лидеров, вождей и так далее, то для этого нужно расширять свои знания, выходящие за пределы той профессиональной подготовки, которую люди имели изначально и имеют на сегодняшний день. Поскольку эти знания являются табуированными, то вырваться из-под зависимости глобальных центров управления никому не удастся. Только не потому, что я этого не хочу, а потому что технологии имеют свойство обновляться и совершенствоваться под различные интересы, которые в обществе формируются. Либо посредством случайных выборностей, либо в процессе каких-то программ. Ни одна программа никем не будет реализована, поскольку она является частной, без подведения её под стратегию замысла, для чего она нужна эта программа. А стратегией замысла является концепция. Все говорят о концепции туризма, о концепции культуры, о концепции ещё чего-то там. Это есть завуалирование и сокрытие основного замысла жизнеустройства, антитолпоэлитарного. Если мы вырвемся через осознание тех технологий, которые посредством чего нами управляют, мы сможем вырваться из толпы элитарной модели государственного устройства. В противном случае нас как сталкивали лбами, толпу и элиту, как нами манипулировали, так и будут продолжать манипулировать. Если мы элементарно эти вещи понимаем на нашем, так сказать, догматическом школьном уровне, то значит нужно либо менять правила игры, либо вырабатывать собственную стратегию. Я вам больше скажу. Концепция замысла жизни в новом тысячелетии давно создана, но все её замалчивают. Все что угодно говорят, только будем свою концепцию проводить. Я вот здесь же в этом здании, в присутствии, помните, нас приглашали, концепцию нам какую-то. Я человека за человеком конспектировал, то, что он свою концепцию зачитывал, и только 15 вопросов ему поставил, подготовил. На третьем вопросе он закрыл свою камеру и ушёл. Он понял, что его концепция у здравомыслящих людей не проходит, потому что обманки, смена смыслов, понятий, калибровка различных понятий нивелируют весь этот замысел. Я к чему, да, извините, я заканчиваю. Так что, уважаемые друзья, я за всех тех, кто стремится что-то либо менять. Но менять надо в рамках разумности и в рамках новых знаний, которые вы не хотите на сегодняшний день овладевать. Сообщаю дополнительно. На странице Верховного Совета РССР, на сайте, есть раздел «Видео». Там выложены три ролика. Три ролика с плакатами, которые генерал-майор Петров Касатин Павлович излагает при помощи плакатов. Все остальные ролики, которые вы видите в Ютубе, они идут без плакатов. И те, которые дирижируют процессы по манипуляции каждым смотрящим в Ютубе ролика Петрова, где он излагает элементы концепции, создают калейдоскоп. А целостный подход и целостное восприятие концепции замышла, что мы строим в новом тысячелетии, только на нашей странице при помощи плакатов, что нигде вы больше не увидите. Спасибо за внимание, извините за горечность. Желаю всем успехов и удачи. Спасибо. Можно прям добавить буквально минуту. Да, пожалуйста. Что касаемо данной концепции, она утверждена президентом Российской Федерации 5 сентября 2022 года. Неправильно. Уточняю. Значит, еще раз вам говорю, можете зайти и посмотреть. Называется «Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом». Вот ознакомьтесь, пожалуйста. Это 5 сентября 2022 года. Это концепция гуманитарной политики утверждена президентом. Я согласен, да, замечательно. Но это и есть тот механизм, который завуалирует ту настоящую концепцию, которую он же подписал 20 ноября 2013 года. Вопрос в том, что Россотрудничество и Росконгресс не справляются. И нужны новые организации, которые будут вот эту всю повестку реализовывать в полной мере. Это английский алгоритм. Разделяй властвуй. До тех пор, пока вы не сядете... Да, целевое управление. Для того, чтобы создать управление в хаос, надо сделать новое управление. Да, целевое управление. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот изучение той концепции, которую помню 20 ноября 2013 года, по просьбе вашего, так сказать, слуги, присутствующего здесь, было подписано. А потом прошли еще три концепции Российской Федерации. Ну а вы что предложаете? Есть у вас? У нас есть все. У нас есть ответы на все вопросы. Давайте мы закончим. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Предлагатель. Вы знаете, я хочу сказать по Конституции, которая была принята 12 декабря 1993 года, и все вот эти основные законы первой статьи, третьей, мы их знаем, не будем повторяться, они до сих пор не работают, потому что, вот взять несколько фраз, я зачитаю, от 12 ноября 2009 года на Федеральном собрании Российской Федерации зачитывал Дмитрий Медведев. Он говорил, что я расскажу о стратегии, которая в самое ближайшее время будет полностью устранена, а эта стратегия на сегодняшний день до сих пор не имеет места быть. Именно что? Вот сейчас основной вопрос, что поддержали его в то время депутаты, это стратегия вся власть народу, а деньги где? Где деньги? Я занималась международным туризмом и в свое время была в разных странах. И вот пересекаясь вот этими словами по где деньги, я смотрела, в зарубежных странах, допустим, Ирак, Иран, рождается человек в 33 года, он уже имеет все, а с самого рождения обеспечен золотым залогом страны. Например, Арабские Эмираты в 21 год тоже уже людям предоставляют бесплатное жилье и многие льготы. Где у нас? Это власть народная, которую мы подписывали. Также у нас, вот как раз Медведев вот на этом федеральном собрании подчеркнул, что мы не успеваем идти в ногу со временем, но мы хотим, чтобы люди как-то оперативно помогали нам решить данную проблему. Он говорит, я готов отчитываться каждый год за бюджет страны. И вот предлагалась такая схема, где написано, что каждый гражданин по воле и заявлению имеет право написать доверенности и свое заявление и получить 40% от бюджета страны. То есть, культурно-массовые мероприятия бесплатные, здравоохранение, туризм, самое главное, жилье, жилищные программы и так далее. 10 пунктов он подписал, 40% нет. Но есть последняя фраза депутата, которую я просто зачитаю. Здесь написано, мы предлагаем разным организациям, в том числе и коррупционным организациям, то есть, это комитеты по борьбе с коррупцией, собрать данные деньги и отправить в бюджет народа и на все необходимые нужды человека. И вот как раз тут написано, у кого мы будем отбирать эти деньги, у тех отобрать и отдать непосредственно гражданину России. Это колоссальная работа. Мы слишком оперативно работаем, и государственная машина не успевает это делать. Вот слова Медведева. И что мы хотим сказать? Есть вот такие еще последние слова, что мы по статусе мировой державы на принципиальной основе должны иметь глубокую убежденность и веру в победе, и чтобы организовать больше народных масс и правильно пойти на сборы на сборы денежных средств и привлечь молодежь, нужно, я думаю, приглашать университеты. Одну секунду. Я вот была три дня назад в Кремлевском дворце, где праздновалось 80-летие МИФИ. как раз там рассказывалось, что у нас новые достижения в ракетах, в Уране-235, в новых технологиях, вот эти, которые у нас созданы. И как раз эта молодежь настолько продвинута в новых технологиях, надо идти туда, и вот эти университеты, чтобы они нам передавали знания эмпирически. Я за то, чтобы нас учили, за то, чтобы объединять всех, и самое главное, мы должны быть достойными гражданами Российской Федерации, которые несем новое в эпоху, передаем свои знания и эмпирический подход, и самое главное, гармонически развитыми личностями должны быть, как и мы, так и наше новое поколение. Спасибо. Что-то вы вскруснули, товарищи. Я слушаю внимательно, осознаю и радуюсь жизни. Понятно. Ну что я хочу сказать? Действительно, правовые аспекты требуют доработки. Это очевидно. Причем тут нужны действительно международники, высокого уровня привлечены. У меня складывается такое впечатление, что вы кого-то привлекли, кого мы здесь не видим, но надо привлекать еще, кого мы здесь не видим. Это мое пожелание. Потому что, естественно, вытаскивать людей, кого мы здесь не видим, не факт, что сейчас это нужно делать. Потому что чувствуется рука юриста, чувствуется рука эзотериков, чувствуется. Ну вот что я хотела бы сказать по поводу характеристик человека нового. Значит, вы предлагаете некую матрицу, в которую будет запихивать нового человека. Так? Ну, характеристики определенно идут, да? Минуточку. Я все понимаю. Я понимаю, что это не насильство, ну что это все, да. Но понимаете, в чем дело? Когда вы пытаетесь дать характеристику в определениях, которые, значит, носят некий такой, ну, я бы сказала, эзотерический масонский характер, это очень смущает. Надо четко перевести все это с учетом молодежи на какой-то язык, который им близок. Понимаете? Ну, это все. Старики сразу говорят, о, масонария. Ну, я просто опрашивал людей вот сейчас. Вот. Понимаете? Потому что вот там идут, значит, пересечения с определенными учениями, которые несут, безусловно, какую-то правду, но в то же время себя детькредитировали с политической точки зрения. Они были использованы во вред. Вот эти вещи настолько тонкие, что вот так вот просто запускать вот это вот. С этим надо работать. Откровенно говоря, я даже не знаю, кого пригласить на эту работу, потому что здесь просто нет таких специалистов. Вот. Ну, чувствуется, что у вас есть такие специалисты. Хотелось бы, чтобы это не было Пятое управление ФСБ. Это я мечтаю об этом. Вот. Ну, слава Богу, значит, мы еще будем жить. Вот. И следующее хотелось бы сказать. Вот вы говорите, значит, держава гарантирует. А обоснования этих гарантий какие? Это отдельный разговор. Вот, но это надо как-то, знаете, вот намекнуть, потому что одно дело хотелки выставить, а другое дело, и все-таки сделать эскизик. Эскизик. Теперь следующее. Вы хотите использовать державу с платформы Светланы, да? Нет? У вас будет... Как вы же слово держава перекидываете в другое значение. А на что же там платформа... У нее же тоже платформа держава. Дело в том, что вот этот подход, когда просто народ там голосует где-то, чего-то, отвечая на вопросы, вы знаете, это, ну, это, конечно, то есть вот эти вот платформы должны нести коммуникативный характер. А принимать решения должны профессионалы, а не какие-то там непонятные люди, которые... Вот вам пример, почему в Белоруссии, значит, тракторный какой-то завод или какой-то мышечный... Я не помню уж какой. Они проголосовали все против Лукашенко на этом там открытом референции. Почему? А потому что у них зарплата в государственной структуре меньше, чем участников. И что? Это решение? Это бред сивы кобылы. Поэтому вот тут очень важный момент, значит, так построить текст, чтобы он заинтересовал, чтобы люди, может быть, стали бы голосовать, я понимаю. Но принимать решения должны профессионалы. И очень важный момент. Сейчас я смотрю. Не профессионалы, а народ. Народ, профессионалы, вынтый из народа. Я понимаю, о чем вы говорите. Потому что именно территориальные советы и будут выдвигать профессионалов. Потому что в каждом... У нас всех загнали под плинтус. И профессионалов. Мы все одинаковые. Что бомж, что профессионал. Что академик, что бомж. Поэтому на любой территории есть и академики, и кто угодно. И профессионалы, они сами себя проявят. Но там есть еще другие социальные лифты, которые идут из научного сообщества, идут из университетов и прочее. Там тоже другой... Тоже вот эти два параллельных социальные лифты, они должны пересекаться. Ну и что очень важно. Вот в вашей структуре не прослеживается обратная связь. Поэтому все эти структуры четко, совершенно забразовеют. Это железно. Как только они почувствуют вкус власти, нездоровый, все, там будет кошмар. То есть на всех этих исполнительных площадках должна быть прямая и обратная связь. Нет лифтов, так называемые. Ну лифты они пойдут. А в родах и как раз... Конечно, конечно, конечно. И нельзя сказать, что нет лифтов. И будут заводчановы между... И третье, и самое последнее. Что бы мне хотелось. Вот разные площадки есть. И там есть несколько человек, и там есть несколько человек, и там есть несколько человек. Пора уже устроить действительно, как бы это сказать, штурм, не штурм мозговой. Собраться всем. И пока закрыть дверь, мы вам будем приносить еду. И пока вы не придете к обоюдному решению, вы не выйдете. Другого выхода у нас нет. Всех собрать. И тех, кто из СССР, и тех, кто за тех, за этих. Потому что, понимаете, в чем дело нам? Что получилось? Вот сейчас я смотрю на все это хозяйство. Вот я по-разному это скажу. Взяли жизнь, разделили, на отдельные аспекты и друг на друга натравливают. Единые организмы выстроить не можем. У вас нет позвоночника. И голова как-то не просматривается. А без этого организм жить не будет. Ну вот, я понимаю, что это трудно, что народу мало. Но дело в том, что если 2-3 человека из разных организаций соберутся и действительно будут серьезно работать, привлекая интеллектуалов, которые уже есть, мы их видим, мы их знаем. Неважно. Они могут быть против за эту самую ростовщищество или против ростовщищества. Это понятно. Они выросли оттуда. И делягин, и все. Мы знаем, кто такой делягин. Ну и все, знание хорошо. Но тем не менее, какие-то моменты чисто профессиональные, мы не знаем, они знают. Этим надо пользоваться. Не надо их всех вот так вот в одну гребенку-то нести. Ну вот, как это сделать, чтобы вас всех собрать? А уж мы, женщины, постараемся. Я вот таким способом своего сына вытащила в 8-м классе. Там была учительница очень интересной, национальности избранной. И она всех русских ребят просто уничтожила. И требовала, чтобы ей платили денежки, тогда она что-то скажет. Ну, уплатили денежки, но она ничего не сказала. И тогда я сделала такой вариант. Значит, я своей дочери сказала, значит, все, закрываем на неделю квартиру, ты подносишь еду, ребенка из квартиры не упускаем. И за неделю я ему объяснила всю математику. Он написал работу на 5. Ну, а ему поставили 3, потому что никак не могли поверить. Как же это так? За неделю можно всю математику от ада я преподать так, чтобы ребенка даже не списывал. Он там плакал, ну, как же так? Мы же работали-то сутками, спали по 5 часов. Вот я вам предлагаю такой вариант. Очень приятное, хорошее замечание. Вы так говорите, очень нужное, правильное замечание. У вас опыт работает. Это надо вас слушать с удовольствием. И без подковырять. Да, да, да. Именно всегда. Это, знаете как, казарменное положение, армейские условия. Все, мы все. Нет, это не армейские условия. Так что снаряды будут лететь по луко-каке. Давайте подводить итог. Резюме мероприятия. И благодарю всех за участие. Каждый совет будет услышан. И для эффективного действия при достижении цели всегда формируются только люди очень целенаправленно единые. Поэтому их называют соратники. Есть единомышленники, есть попутчики. И вот эти три категории, они имеют под собой обоснование. Здесь мы как раз стремимся достаточно пойти узко-широким путем. Узко-широким путем. Когда двигает достаточно пассионарная кучка людей, знающие куда, что и зачем. Она объясняет, что у телефона будут очень хорошие функции. То, что мы говорим про гарантии нового государства. И чем это будет достигаться, это отдельно будет посвящено этому время. И люди принимают ту или иную продукцию, телефон, именно по факту его внешнего. Но они же не говорят, а как он там устроен? Нам устройство симок, чипов и так далее. Они не способны. Поэтому предлагается вот такой формат. И говорится, да, мы способны это реализовать той маленькой могучей кучкой. Единомышленникам в таком большом направлении, соратники, это узкий круг людей, которые знают, как, что и почему. Единомышленники, они говорят, да, нам хочется, чтобы была народная держава, чтобы появилась там народовласть, то есть более широкий формат. И они примыкаются именно с позиции там трёх-пяти, скажем так, моментов, которые их привлекают. И они тут общие кучи. Хотя у них там, может быть, внутри стоит какая-то другая мелкая идея, да, допустим, там тоже по форме частная собственность не должно быть, да, там социалистов. Почему мы сказали, я вот внимательно навернуться к этому моменту, что народное союзное государство может быть объединительной площадкой для всех. Для марксистов, для сталинистов, для русского социализма, там, для патриотов, там, за Россию и за православие и так далее. Вот это широкая площадка, вот у нас широкое движение туда. Там можно найти каждую свою реализацию. Поэтому есть еще и попутчики. Вот попутчики как раз это типа там вот, мы хотим, чтобы было православие, мы хотим, чтобы русский мир был, но в подробности они не влазят, не входят, но им, в принципе, не хватает даже иногда и мышления на эту тему. Но достигнутый будет результат, который устроит всех. Поэтому мы дали идею гарантии, значит, кто дает, гарантирует НСК, мы дали краткую характеристику устройства этого государства, если всех это устраивает, значит, туда мы идем. По идее человека новой эпохи как раз документ готовила Татьяна, мы не успели его просмотреть, а по замыслу это должно быть некий идеал более широкого формата, то, что вы как раз замечание сделали. То есть вот и в этом плане да, я с вами согласен. Резюме. Структуры, которые сейчас будут дооформлены и люди, которые будут отвечать за те или иные направления, будут создаваться по принципу шаг вперед и по принципу подготовки желания действовать, потому как все направления нужно будет, как кто-то должен за них отвечать. Основа все равно у нас остается это народные советы на местах, без них никто ничего не получится, мы как могучая кучка ничего не сделаем без того количества людей, которые находятся и живут на местах. Мотивация тех людей то, о чем мы сказали, те, кто приклеивается, с теми мы можем что-то сделать. Значит, формулю победы я показал концепцию победы, это мотивация людей, это альтернативный референдум, это сбор средств, потому что безнародной кооперации, безнародной склаченной мы не победим. Все остальные угрозы, которые идут от мирового правительства, который концептуально управляет целой вселенной, они все от человека придуманы, с человеком они будут и согнуты, поэтому здесь только вера в креативное и рациональное мышление русского человека, русский человек сможет все растворить и придумать на любую концепцию еще свою 500 концепций. Вот, и зная цель, не видит преград, просто к ним двигается и все будет хорошо и нормально сделано. Плюс воля неба и чувство времени. Вот, на этом, значит, моменте я хочу сказать, что мы сделали еще один шаг, впереди еще много будет тяжелых шагов, я говорю, это титанический труд, но задача декабря, это 15-20 декабря, мы формируем народный, точнее, союзный договор на уровне народной дипломатии и формируем окончательный вариант декларации, это все снова утверждается, пересматривается и уже тогда полностью опубликуется, в том числе там поставится в власть, значит, оповестятся и запускаются процессы подготовки народной конституции, народного союза государства, и мы выходим вот в это длинное плавание под названием русское победное недеяние, то есть с января по март я потом проясню, что это такое, как держать свой дух и двигаться спокойно, потому что мы правы, и в то же время, значит, не нарушая законодательство Российской Федерации и других, значит, структур, ну вот так, поэтому мы к этому еще вернемся, задача Бакенбека, и мы всем будем ему помогать, чтобы мы активировали концептуальное управление на уровне столетий СССР, на этом я хочу закончить, все остальное будем знакомиться через сайты, чаты, и в текущем режиме чат народного союзного государства, я вам покажу потом, союзного государства, чат столетия СССР есть? Я не знаю, есть там чат столетия? Есть. Все, благодарим всех тех, кто нас смотрел, и ближайшее... Спасибо. Вам тоже большое спасибо, я думаю, мы найдем все общие языки, общий язык, точнее, все, благодарим. Хорошего дня, хорошего вечера. Спасибо вам. Во время трансляции сгорел ноутбук, дорогие друзья, поэтому складчина может уже начинаться. Для глобальной волны на новый ноутбук. Еще ценное объявление. Завтра будет в районе креста посетителя, кто зарегистрировался, стоп, снято. Напоминаю, будет...